112. Мощь врожденного навыка подделка. Как и ожидалось, хотя прошло всего 6000 лет, публика уже забыла обо мне. Это просто так душераздирающе. Роковая женщина устала усмехнулась, ее тон не показал следов слабости. Вместо она говорила так, как будто люди, забыв о ее существовании себе же сделали хуже, как будто это была самая глупая и жалкая ошибка. Расскажите, пожалуйста, о своем славном имени. Шунтянь был поражен и рад, когда обнаружил, что эта женщина обладает силой, равной его силе, хотя она и была в ослабленном состоянии после того, как печать была снята. Если бы он смог завоевать расположение этой женщины и приобрел бы опыт и знания супер врожденного, что жил тысячи лет назад, то в будущем даже знаменитая всемогущая Чжи Цзунь не будет проблемой для него. Никто не знал, о чем в то время думал Черный Принц, который скрывался в темноте. Однако одно было ясно. Черный Принц никогда не стал бы врагом с древней врожденной, вроде Алой Наложницы. Роковая женщина хихикнула. Не страшно, что люди забыли обо мне. Красивый парень, тебя зовут Шунтянь? Хорошее имя. У тебя тоже есть потенциал. С некоторыми указаниями, возможно, ты даже смог бы отправиться в Небесную область. Небесную область? Вы раньше были в Небесной области? Лицо Шунтяня было равнодушным, однако его сердце было в восторге. Небесная область уже стала легендой. Даже грозная верховная старейшина Чжи Цзунь не могла войти в Небесную область. Может быть, эта женщина посещала Небесную область в прошлом? Даже искатели приключений, которым грозила смерть, напрягали уши, чтобы слушать, не говоря уже о Шунтяне. Прошли тысячи лет, и это был первый раз, когда воины из Тунтянь-башни получили возможность послушать информацию о Небесной области. Как это не могло быть соблазнительным? Все, кроме Юияна, напрягали свои уши. Юиян знал, что шесть тысяч лет назад воины могли приходить и уходить, когда они этого хотели. Это было так же легко, как подняться с первого этажа на второй этаж и со второго этажа на третий этаж в башне Тунтянь. Только после битвы до смерти императора тюрьмы с тремя великими лидерами Небесной области врата Небесной области были закрыты воинами самой Небесной области. Хотя по легендам ворота в Небесную область открывается один раз в сто лет. На самом деле никто никогда не входил в Небесную область. Конечно, возможно, и входил, но никто не знал об этом. Юиян подозревал, что причина, по которой исчезла мать жалкого парня, состояла именно в том, что она отправилась в Небесную область. Войти в ворота Небесной области было нелегко, но, возможно, были другие способы. Как, например, Небесная лестница. О, Небесная область, интересное место. Там есть огромные существа всех видов, но они редко владеют гримуаром. Если врожденный в Небесной области заключал контракт с гримуаром, он был бы отправлен в секту, где обучался исключительным образом. Красивый парень, как ты, Шунтянь, как мне кажется, будет популярным кандидатом. Не говоря уже о том, что у тебя есть сила 9го уровня. Даже если ты этого не сделаешь, ты все еще врожденный, ты все равно будешь хорошо принят. Согласно тому, что они говорят, даже если живой организм обладает силой врожденного, но не имеет гримуара, он считался бы поддельным врожденным. Конечно, Небесная область не обращается к ним так. Их называют воинами ранга земли, что отличаются от врожденных ранга небес. Алая наложница начала делиться подробностями о Небесной области. Воин ранга земли. Врожденный ранга небес. Шунтянь был удивлен, но, подумав об этом, он почувствовал, что это вполне объяснимо. Конечно, у Небесной области был свой собственный способ обращения к ним. В этом не было ничего странного. Да, в Небесной области обычно обращаются к воинам с силой врожденного 1го уровня, как воин земли 1го уровня. Уровень силы здесь и там более или менее одинаковый, но воины ранга земли не владеют гримуаром. В Небесной области многие существа уже очень сильны с момента их рождения. Если бы они пришли в человеческий мир, даже уродливое насекомое могло быть очень страшным и могущественным существом. Однако эти парни идиоты и не имеют мозгов, поэтому их нельзя сравнивать с настоящими врожденными. Таким образом, даже если воины ранга земли достигали уровня 10 и имели подавляющую силу, но если бы у них так и не было гримуара, на них все равно смотрели бы сверху вниз. Гримуары действовали как отличительные признаки в Небесной области. Если у вас есть гримуар, Небесная область ждет вас в любое время. Когда воины с гримуаром из мира смертных попадают в Небесную область, их немедленно вербуют в определенную секту, где они получают полную подготовку. Почти дошло до того, что хозяева гримуаров тренировались, чтобы стать врожденными ранга небес. Слова алой наложницы успешно искусили сердце Шунтиня. Как и ожидалось, Небесная область была куда великолепнее, чем в легендах. Если бы он смог подняться туда, его ожидали бы бесконечные перспективы. Что из себя представляют врожденные ранга небес? Хорошо, если ты не боишься, я могу рассказать тебе все честно. Ты, красивый парень по имени Шунтянь, не обладаешь силой врожденного ранга небес. Хотя ты близок, ты все еще ограничен рангом земли. Кроме того, у тебя есть большое препятствие, и если ты не сможешь его преодолеть, тогда ты будите ограничен рангом земли всю жизнь. Что касается вопроса о врожденных ранга небес, то на пике моей жизни я была одним из них. В те дни я был врожденным ранга небес 2го уровня, теперь я ослабла и упала до ранга земного воина 9го уровня. О, ну, врожденные ранга небес также называются врожденными старейшинами в человеческом мире. Прошло уже несколько тысяч лет, но ведь у вас все еще есть врожденные старейшины. Да, если есть, тогда врожденный старейшина был бы врожденный, ранга небес. Алая наложница посмотрела на Шунтиня скептическим взглядом. Он даже не знал об этом, казалось, что за прошедшие несколько тысяч лет воины сильно ослабли. Врожденный старейшина, Шунтянь был поражен, он не понимал, что между ним и Чжитзунь существует такой огромный разрыв. Неудивительно, что Чжитзунь может игнорировать всех врожденных. Оказалось, что она уже настолько превзошла воинов в человеческом мире. Перед лицом скептицизма Алой наложницы взгляд Шунтиня слегка дрогнул, когда он ответил. Есть, но только один. Как его зовут? Император тюрьмы. Когда Алая наложница упоминала имя императора тюрьмы, ее маленькие руки слегка задрожали. Простой человек не заметил бы этого, но не Юэйян. Похоже, шесть тысяч лет назад император тюрьмы действительно был потрясающим парнем. Он был мертв уже шесть тысяч лет, и сейчас, в настоящее время, Алая наложница все еще была так напугана. Можно было представить, насколько он был жестоким в те дни. Когда Шунтянь ответил, что Чжитзунь была женщиной, Юэйян заметил, что Алая наложница втихомолку вздохнула с облегчением. Она хихикнула, чтобы скрыть это. О, боже! Девушка заняла позицию врожденного старейшины, в то время как десятки и тысячи мужчин могли только наблюдать за этим. Это действительно замечательно. Однако шесть тысяч лет назад, хотя в мире смертных было не так уж много врожденных ран гонебес, их было не менее дюжины. Кто бы мог подумать, что все закончатся вот так. Это действительно грустно. Дюжина. Шунтянь потеряла дар речи, услышав это. Он не мог себе представить, как сложилась такая ситуация, как шесть тысяч лет назад, когда у Альянса врожденных была дюжина врожденных старейшин. Что это был за мир? Может ли башня Тунтянь действительно вместить дюжину врожденных старейшин? Теперь, даже не думая о врожденных старейшин, возможно, было всего 30 человек, которые достигли ранга врожденного 8-го уровня. Пока врожденных 9-го уровня можно было встретить еще реже, а врожденный 10-го уровня был также редок, как перья феникса и рога единорога. Похоже, настоящее действительно не могло идти в сравнении с древними временами. Услышав имя императора тюрьмы, черный принц неожиданно спросил. Старшая алая наложница, вы слышали о божественном генерале императора тюрьмы? Алая наложница прикрыла рот и усмехнулась. Конечно, я знаю, о ком ты говоришь. Тем не менее, он осмелился хвалиться и назвать себя божественным генералом только перед вами, ребята. Хе-хе, если бы он встретил меня, этот смиренный слуга Хей Юй, темная тюрьма, должен был бы с уважением приветствовать меня и называть меня его высочеством. Что? Шунь Тянь и черный принц были потрясены. Божественный генерал императора тюрьмы был назван королем темной тюрьмы с тех пор, как он проснулся. Он в башне Тунь Тянь всегда казался высокомерным и необузданным. За исключением Чжи Цзюнь, даже те, кто был столь же могущественен, как небесный палач и великий король демонов Бажут, не удостаивались его внимания. Кто-то, кто утверждал, что он мог взлететь в небесную область, когда он восстановит свою первоначальную силу, и вот он считался рабом перед этой алой наложницей. Взгляд алой наложницы сиял дьявольским сиянием. Темная тюрьма все еще жив? Я этого не ожидала. Но мне плевать, есть более важные проблемы, о которых нужно позаботиться. Красивый парень по имени Шунь Тянь и тот парень, который любит сновать рядом, как безногая рыба в грязи, вы хотите сотрудничать со мной. Хотя я еще не восстановила свои силы, я смогу без проблем привести вас в небесную область. Конечно, ваш камень преткновения в культивировании не считается чем-то непреодолимым для меня. Если вы будете искренне сотрудничать, я гарантирую вам обоим светлое будущее. Шунь Тянь и Черный Принц были погружены в свои мысли и ответили не сразу. Если бы они сказали, что они не соблазнились, они солгали бы. Однако они не знали, что им нужно сделать, согласившись на сотрудничество с этой алой наложницей. Если бы алая наложница хотела бросить вызов Чжи Цзунь и захватить позицию врожденного старейшины, Шунь Тянь и Черный Принц никогда не согласились бы. Они не сражались бы в битве, о которой они не знали. Алая наложница мощная, но Чжи Цзунь была не из тех, кого легко смести с дороги. Если бы алая наложница проиграла, Шунь Тянь и Черный Принц полагали, что Чжи Цзунь их убьет без сомнений. Она определенно была человеком, который будет придерживаться своих слов. Те, кто осмеливались спровоцировать ее, никогда не рассказали бы другим свою историю. Никогда. Что нам нужно было бы делать ради старшего? Шунь Тянь поклонился. Если это что-то посильное, просто скажите нам прямо. Я был бы рад помочь. Ну, все просто и не просто одновременно. Выражение лица алой наложницы стало серьезным. Мой муж – алый император, который был так же знаменит, как и император тюрьмы. Шесть тысяч лет назад он победил бесчисленное множество врожденных. Он был непобедимым, но он был введен в заблуждение и вошел в этот запретный древний рунический круг и запечатан анонимом. Если бы не это, смертный мир уже был бы завоеван моим мужем-алым императором. Вам просто нужно защитить моего мужа, когда он выйдет из-под гнета печати. Дорога в небесную область, пройдя через камень преткновения в вашем культивировании, вознесение в небесную область, мы можем удовлетворить все эти потребности. Невзирая на все это, мы сможем даже дать вам мир смертных. Будьте уверены, мы нацелены только на небесную область. Алый император Шуньтянь секунду колебался, выпускать такого свирепого парня было бы неразумно. Тем не менее, прорыв в его культивировании, повышение его доврожденного ранга небес, а также выход в небесную область, были самыми что ни наисть манящими соблазнами. В любом случае, он все равно будет находиться под кем-то и править миллионами. Даже если бы не было Алого императора, ему все равно пришлось бы служить Чжи Цзунь. Если бы появился Алый император, ему, несомненно, пришлось бы сразиться с Чжи Цзунь. Возможно, он мог бы извлечь из этого выгоду. Самое главное, даже если он сам не поможет этой Алой наложнице или даже возразит, он, вероятно, не сможет остановить пробуждение Алого императора. Стать врагами с Алым императором, который вот-вот должен был пробудиться. Или стать союзником, даже дураки выберут последний вариант. Черный принц тайно сигнализировал Шунтину, указывая, что он готов принять это соглашение. Тем не менее, он позволил Шунтиню говорить, пока он оставался скрытым. Мы сочтем за благословение и помощь вашему старшему. Как бы мы посмели бы предъявить много требований. Шунтян никогда не был парнем, который был доволен позицией подчиненного, но он был умен. Чтобы он не чувствовал в своем сердце, он всегда был бы вежлив, как джентльмен. Что мы можем сделать для вас, старший? Спросил черный принц. Просто охраняйте здесь, ребята, вам не нужно будет ничего делать после этого. Если кто-то нарушит мою церемонию призыва, тогда вы, ребята, и вмешайте. Сялая наложница слабо улыбнулась, она уже знала ответ. Прорыв в культивировании, повышение уровня и путь в небесную область. Эти три соблазна были непреодолимы для любого воина. Хотя у другой стороны могут быть другие мысли, согласие на альянс должно было быть получено. Так легко? Шунтяни черный принц были ошеломлены. Никто не знал об этом месте, кто мог прийти сюда. Это легко, но и нелегко. Лицо алой наложницы потемнело. У меня очень плохое чувство. Хотя вокруг нет сильного противника, я чувствую себя плохо. Надеюсь, это просто мое воображение. После того, как начнется церемония призыва, вы должны будете следить за людьми. Не позволяйте никому нарушать мою церемонию. Взгляд алой наложницы пробежался по серебряному рогу, извержению и урагану. Среди тех, кто был на месте событий, только эти трое имеют силу, чтобы нарушить церемонию. Что касается искателей приключений, то алая наложница полностью проигнорировала их. Она могла убить целую группу из них, когда захочет. Существо, подобное муравью, никогда не могло быть угрозой для церемонии. Несмотря на это, алая наложница все же хихикнула и посмотрела на них с интересом. Ну что ж, красавцы, я собираюсь начать церемонию вызова. Вы все должны хорошо себя вести, и тогда, когда мой муж проснется, каждому будет дано золотое сокровище или зверь. Каждый получит свое, я не откажусь от своих слов. Не волнуйся, мне не нужна свежая кровь для церемонии, и мне не нужно приносить в жертву человеческие жизни. Мне просто нужно позвать его от всего сердца, и мой муж проснется и прорвется через печать под землей. Те, кто хочет следовать за нами и продвигаться в небесную область, теперь у вас будет шанс показать свою преданность. Не подведите меня. Шунтиню показалось странным, что алая наложница еще не убила искателей приключений. Тем не менее, наблюдая, как она осторожно сжигает кровь на полу и рассеивает запах крови в воздухе, он слабо понимал, что этот древний запечатывающий круг станет сильнее и более безопасным с новой кровью. В этот момент они не могут убивать, иначе их план по слому печати Алого Императора будет нарушен. Что касается причины, по которой не стоило трогать искателей приключений, то была возможность, что они расскажут о возрождении Алого Императора и вызовут проблемы. Именно поэтому алая наложница сначала попыталась уговорить их. Конечно, это также должно было убедить врожденных, таких как Шунтяни Черный Принц, не быть эгоистичными людьми, которые сожгли бы мост после его пересечения. Юэйян тихо ждал. Ждал момента, когда Алый Император вырвется из-под печати. Начать атаку на Алую Наложницу теперь было самым глупым выбором. Алая Наложница, Шунтяни Черный Принц были тремя могучими противниками. Даже если ему удастся остановить их, это будет только временная задержка. Лучшим решением было бы нанесение критической и фатальной атаки на Алого Императора, как только он прорвется сквозь печать. Это был момент, когда он был бы самым слабым. Даже если его нельзя было убить мгновенно, можно было бы нанести бы огромный урон. Он серьезно ранил бы Алого Императора. Затем ему пришлось бежать и искать Чжи Цзюнь, Императрицу Ночи и Фею Феникс. Возможно, он даже убедил бы старейшину Наньгуна созвать врожденных, чтобы загнать Алого Императора в угол и убить еще раз. Если кто-то вроде Алого Императора должен был бы возродиться, это означало бы начало краха Тунтянь Башни. Император Тюрьмы уже был мертв. Юэйян же решил, что он сам станет приемником Императора Тюрьмы. Как бы то ни было, Алый Император должен быть подавлен. Я добьюсь успеха. Было бы ложью сказать, что он не нервничал. Юэйян сделал все возможное, чтобы сдержать нервозность в глубине души и спокойно ждать. Его ци была сдержан в его теле. Он казался таким же обычным, как простой старейшиной шестого уровня. В этот самый момент Юэйян использовал свой врожденный навык подделку до максимума, возможно, даже превысив его предел. Чувствительная Алая Наложница, осторожный и осмотрительный Шунтянь, а также хитрый параноик Черный Принц были обмануты этой подделкой. Юэйян никогда не думал, что самый бесполезный врожденный навык фактически станет ключом к его будущему успеху. Нет бесполезных талантов, только бесполезные люди. Насколько же верным было это высказывание? Глава 413. Обоюдное уничтожение. Алая Наложница начала призывать Алого Императора, который был запечатан в земле. Ритуал был прост, ее сил было достаточно. Тишина спустилась на всю округу. В руках Алой Наложницы постепенно вырастало пламя Алого Лотоса. Оно было не похоже на огонь, а скорее выглядело как великолепный Алый Лотос. Черный Принц содрогнулся, когда увидел это. Он также был тем, кто мог контролировать огонь, и его навыки были весьма виртуозными. Его огненной способностью был зеленый фосфорический призрачный огонь. Это был тип ядовитого призрачного огня, который прикреплялся к жертве и причинял бы ей серьезную агонию. Это состояние также было неизлечимо. Поскольку зеленый фосфорический призрачный огонь был козырем Черного Принца, он никогда никому о нем не рассказывал. Помимо его нескольких союзников, таких как Шун Тянь, которые знали об этом, нормальные воины думали, что самыми лучшими навыками Черного Принца были девять скрытых дьявольских когтей и палец Небесного Дьявола. Черный Принц был уверен в своем контроле над огнем. Даже когда он сталкивается с великим королем демонов Бажутом, который был известен во всей башне Тун Тянь своим адским пламенем, который считался лучшей огненной способностью, и с черным адским драконом короля Ховыня, который родился, чтобы быть королем огня. Черный Принц имел достаточную уверенность, что он не слабее, чем кто-либо из этих людей. Но увидев пламя Алого Лотоса Алой Наложницы, Черный Принц был потрясен. Это пламя превосходило зеленый фосфорический призрачный огонь в плане огненной способности и способности контролировать его. Оно полностью приняло форму огня. Только Черный Принц знал, насколько страшна сила этого типа огненной способности. Алая Наложница подняла руки вверх, когда вокруг нее вспыхнул огонь, как лепестки лотоса, а затем он рассеялся по небу. Все, что касалось пламени Алого Лотоса, рассеивалось в ничто. Под усилиями Алой Наложницы, светлый столб света постепенно поднимался с земли, направляясь в небо. Ее руки продолжали вращаться, в результате чего лепестки пламени Алого Лотоса собирались в ее руках, образуя два огромных Алых Лотоса. Даже когда она все еще оправлялась от травм без поддержки зверя, сила Алой Наложницы могла быть развязана до такого состояния. Если бы она полностью оправилась, Юиян подумал, что у него не будет даже шанса успешно убить ее. Проснись, проснись, моя любовь. Алая Наложница вдавила на два пламени Алого Лотоса в землю, из-за чего камень на земле затрещал. В течение трех секунд была сформирована огромная яма глубиной в 10 метров. Камни и почва, которые ранее были в ней, исчезли. Это была сила пламени Алого Лотоса, если кто-то был поражен им, даже могущественный врожденный, вроде серебряного рога, был бы убит на месте. Видя эту сцену, все искатели приключений были так напуганы, что их глаза были готовы выскочить из орбит. Но это не Алая Наложница шумела и наносила удары, это Алый Император готовился вырваться из запечатывающего круга. Все это слышали. Раздался оглушительный крик, словно был разбужен гигантский монстр, глубоко спавший под землей. Этот стон был тем, что вызывал в голове гул, как будто по ней ударили громовым молотом. Даже могущественный врожденный, такой как Шунтянь, слегка нахмурился. Серебряный рог и два других врожденных изменились в лице. Те искатели приключений, которые не обладали силой врожденного и тех, у кого был низкий уровень, уже рухнули на землю и кровоточили из всех семи отверстий головы. Даже малые врожденные, такие как Лидер Телец, Темный Клинок и Мудрый Старейшина Богу в агонии обхватили свои головы. Если все продолжалось бы в таком же духе, все умерли бы от вибрации, вызванной шумом, даже до начала боя. Земля начала дрожать, как будто произошло сильное землетрясение. Затем она растрескалась на куски от паутины трещин. Когда Лидер Телец, Темный Клинок и остальные использовали все свои силы для подавления экстремальной силы, которая выходила из-под земли, Юиян медленно присел и попытался спрятаться в толпе. Когда Шун Тянь и Черный Принц были сосредоточены на том, что происходило на земле, звездные огни замерцали в руках Юияна, и они становились все больше и плотнее, сияли, как будто они были галактикой. Его навык божественного зрения медленно выровнялась до уровня его навыка подделки и помогал ему слиться с окружением. Юиян ждал своего последнего шанса. Он убьет Алого Императора в тот момент, когда он выскочит из древнего запечатывающего круга. Возможностей было мало, и это было бы единственной. Если он не преуспеет, он умрет. Огромный стресс, который Юиян никогда раньше не испытывал, спустился на него, заставляя его немного вздрогнуть. Не от страха, а от неконтролируемого возбуждения и нервозности. Бум-бум-бум-бум-бум. Ряд ужасающих звуков вызвал резонанс из-под земли. Прежде чем они смогли даже уклониться из-под земелья, как фонтаны, забило более десяти энергетических световых столбов, разрушая все, что мешало их пути. Первые несколько просто сломали землю, но более поздние стали мощнее и достигли крыши. Последние три невероятным образом прорвались сквозь крышу и вершину горы, шириной более ста метров. Все присутствующие посмотрело на три отверстия в крыше и замерли. Какая это была сила? Неудивительно, что Алая Наложница сказала, что Алый Император может делать все, что захочет в Небесной области. С такой силой он мог опрокинуть реки и моря, а также снести все холмы и горы на земле. Несмотря на то, что он тысячи лет был запечатан в древнем запечатывающем круге и был ослаблен, Алый Император все еще мог развязать такую могущественную силу. Лицо шунь теня потемнело, и он почувствовал, что освобождение Алого Императора из запечатывающего круга могло быть не очень мудрым решением. Но, что сделано уже было невозможно отменить. Теперь он не мог сожалеть об этом. Все логово злого дракона тряслось. Черные и красные драконы, которые раньше прятались в нем, бежали, опасаясь, что они могут быть побиты камнями, которые падали со стен. Камни на земле были полностью разрушены, и многие из них были подброшены в воздух от вибраций. Когда Алая Наложница прорвалась сквозь стену совсем недавно, люди почувствовали, что гора рушится. Теперь это было не просто чувство. Логово злого дракона действительно могло рухнуть в любое время, может быть, даже в следующую секунду. Второй оглушительный звук раздался, и гигантская золотая рука медленно протянулась из-под земли, сквозь щель между растрескавшейся землей и руками Алой Наложницы, которая плакала слезами радости. Юэйян продолжал хрустеть суставами. Он пытался контролировать себя и не позволял себе сделать что-то безрассудное в такой важный момент. Он попытался опуститься и спрятаться среди толпы. Звездный взрыв, собранный на обеих его руках, уже был распространен на расстоянии одного метра. Он продолжал вращаться, образуя удивительно красивый Млечный Путь. Если бы Черный Принц и Шунь-Тянь теперь посмотрели в его сторону, они сразу же бы поняли, что что-то не так. Подделка больше не могла сдерживать энергетический блеск в таком огромном масштабе. Но Юэйян все еще не начал, потому что чувствовал, что еще не настало лучшее время. Он не должен позволить своим прошлым усилиям оказаться в канализации, терпеть, терпеть. Юэйян скрижетал зубами и молчал под огромным эмоциональным бременем. Древний рунический круг мигнул. Лучи золотого света вспыхнули на земле, пересекая пути друг друга. Они сформировали десятки тысяч удивительных линий, а затем, переплетаясь, образовывали отдельные древние рунические круги, которые соединялись друг с другом. Особенно древняя руна, которая представляла собой заключение посередине. Эта руна была особенно яркой, раздавая десятки тысяч платиновых линий, которые образовали огромную паутину, потянув гигантскую золотую руку Алого Императора обратно в запечатывающий круг. Алая наложница не осмелилась приблизиться к золотому запечатывающему кругу. Она протянула руки, похоже, желая подтянуть мужа. Кто бы мог знать, что рука Алого Императора вернется в запечатывающий круг. Великолепная Алая наложница крикнула с печалью, но ничего не могла сделать. И когда Шунтай успокоился и почувствовал, что хорошо, что Алый Император не смог прорваться сквозь печать, он внезапно увидел, что внутри древнего рунического круга поднялись 18 энергетических столбов. Диаметр каждого при этом превышал один метр. Если бы энергетические столбы поразили сломанные камни, выпавшие из-за землетрясения, или искателей приключений, которые были подброшены в воздух, они рассеялись бы в ничто. Еще 10 отверстий появилось в крыше, словно выстрелили из пулемета. Даже Шунтянь потерял дар речи. С его силой было непросто создать столб света. Ему было бы легко создать три последовательных удара энергетических световых столбов. Но он действительно не смог бы создать 18 энергетических световых столбов одновременно. Более сложным было то, что Алый Император ранее уже выпустил 18 последовательных атак, пытаясь сломать печать. Только благодаря этому можно сделать вывод, что Шунтянь не был на том же уровне, что и Алый Император. Бум! С оглушительным шумом снова появилась гигантская золотая рука. Сила запечатывающего круга значительно уменьшилась после 18 последовательных выстрелов энергетических световых столбов. Его золотой свет притупился, только древняя руна «Заключение» смогла сохранить свою силу, поскольку она продолжала блокировать руку Алого Императора своим светом. Алый Император воспользовался ситуацией, когда сила запечатывающего круга уменьшилась вдвое и протянул свою вторую руку. Алая Наложница потянула его гигантскую золотую руку в эйфории, плача. Юэйян был на пределе, звездный взрыв, собранный в его руках, уже бесконтрольно потрескивал. Весь звездный свет претерпел стократное сжатие и достиг стадии, на которой Юэйян уже не мог сдержать его. Шунтянь, Черный Принц и Алая Наложница заметили бы опасность, просто взглянув на него, но, к счастью, все были очарованы попыткой Алого Императора прорваться сквозь печать, так что никто не обнаружил Юэйяна. «Выйди, мой возлюбленный, мой император!» — крикнула Алая Наложница. Волнение и эйфория мешали ей здраво мыслить. Через шесть тысяч лет она, наконец, увидела своего любовника, почему бы ей не разволноваться. Но Шунтянь и Черный Принц задумались, потому что оба заметили, что ситуация для них выглядит неблагоприятной. Алый Император был слишком силен, помогая ему они приглашали его к себе в соперники. По сравнению с Чжи Цзюнь, которая просто думала о своих делах, Алый Император мог представлять для них большую угрозу. К сожалению, Алый Император уже прорвался сквозь запечатывающий круг. Было слишком поздно, даже если бы они и захотели все переиграть. Перед группой присутствующих появился завораживающий красавец с черными волосами и золотыми глазами. Хотя можно было увидеть только верхнюю часть его тела, его безупречного тела, его огромной энергии и уникальной надменности было достаточно, чтобы раскрыть его личность. Он был высшим ранкером в течение шести тысяч лет. Алый Император, дорогая, не плачь, дай мне выйти. Алый Император слегка приласкал огненные волосы Алой наложницы, его руки из-за всех сил пытались оттолкнуться от древнего рунического круга, пытаясь провести свой последний бой, чтобы выйти на волю. Платиновое свечение из древней руны заключения заставило Алого Императора энергично вернуть свои паутинные лучи. В то же время весь запечатывающий круг развязал свою силу и снова запечатал Алого Императора. Алый Император отдавал все свои силы, чтобы сопротивляться, его крики потрясли все места. Логово злого дракона было почти раздавлено под этими двумя типами энергии. Забудьте об обычных искателях приключений, даже врожденные, такие как Серебряный Рог, Извержение и Ураган, испытали удушье в головокружении. Обычные искатели приключений, которые были ниже ранга сверхлордов, уже потеряли сознание, некоторые даже истекали кровью через семь отверстий головы и были на грани смерти. Юэйян присел на корточки и наклонился вперед, словно свирепый тигр, готовившийся спуститься с горы на финальную битву. Звездный взрыв, собранный на его руках, уже расширился до диаметров 3 метра и выше и был на пороге взрыва. Но Юэйян чувствовал, что этого недостаточно, и все еще безумно пытался накопить больше. В то время как темный клинок боролся с давлением, он заметил ненормальность Юэйяна. Его зрачки расширились. Шок. Будучи выдающимся вором с острыми чувствами, он почти сразу учуял, как пахнуло огромной смертоносной атмосферой, которая была глубоко скрыта в Юэйяне. Как только он атакует, это место потрясло бы, как при вулканическом извержении. Темный клинок побледнел от страха. Этот странный человек в маске на самом деле готовился убить кого-то. Шунь теня, или черного принца, или серебряного рога. Неужели его настоящей целью не был алый император? Подумав об этом, темный клинок обомлел. Он почти рухнул на землю и изо всех сил старался не кричать. Кто-то пытается устроить тут неприятности. Только одним этим предложением он мог бы помешать плану Юэйяна. Темный клинок знал, что у него хватило бы энергии, чтобы убежать после того, как он произнес бы это предупреждение, и что алая наложница определенно дала бы ему после хорошую награду. Он не знал, почему, но он действительно не уступил соблазну таких заманчивых вознаграждений. Возможно, это было из-за ужасающей силы, которой обладал алый император, или, может быть, ему было любопытно, как этот парень за золотой маской будет выполнять свой план. Конечно, скорее всего, темный клинок сошел с ума, потому что он обнаружил, что он не только не предупреждал о возможной опасности, он встал перед Юэйнем, заменяя человека, который рухнул на землю, блокируя тело Юэйяна и свет, испускаемый звездным взрывом. Темный клинок дрожал от страха. Он знал, что он рисковал жизнью, делая это. Если Шунь-Тянь, Черный Принц и их компания узнают об этом, он определенно умрет жалкой смерти. Но тем более жутким было то, что он не только не отступал от Юэйяна, он использовал свою самую большую энергию как малый врожденный, чтобы помочь накопить энергию Юэйяну. Я жалкий, я должно быть сумасшедший. Темный клинок почувствовал, что он должно быть сошел с ума. Он не понимал, почему он помогал Юэйяну в такой важный момент, не так ли, он просил смерти. Темный клинок не смог найти ответ на свой вопрос. Как только Темный клинок подумал, что он умрет от шока и превратится в сумасшедшего, Юэйян сделал свой ход. Быстрее, чем молния в сто раз он поднял шар звездного взрыва, что напоминал Млечный Путь в своей руке, а затем бросил его Валова Императора, который все еще сражался с древним запечатывающим кругом. Это изменение потрясло всех. Только один человек рухнул от истощения. Это был Темный клинок, который закрывал Юэйяна более 10 секунд. Темному клинку, каждая секунда казалась пыткой в Аду. В тот же самый момент, когда Юэйян швырнул шар звездного взрыва Валова Императора, Алая Наложница набросилась на него безумно, атакуя Юэйяна своим пламени Малого Лотоса. С другой стороны в то же самое время атаковали Шунтянь и Черный Принц. Шунтянь, обладавший силой пяти трансформаций, сердито развязал свои силы, пытаясь пронзить сердце Юэйяна со спины. А походивший на тень Черный Принц со своим зеленым фосфорическим призрачным огнем, горящим в его руках, готов был разорвать ребра Юэйяна. Любой воин, который был ниже уровня врожденного, мгновенно погиб бы от любого из этих ударов. Умри, как безумец, закричал Юэйян. Он вообще не защищался, а использовал все свои силы, чтобы напасть на Алого Императора в тот момент, когда пламя Алого Лотоса, удар 5 трансформации и зеленый фосфорический призрачный огонь поразили Юэйяна. Он выпустил весь звездный взрыв в его руках. С колесом истребления мира в левой руке и огненным клинком из испламени Нирваны в правой, Юэйян продолжал атаковать Алого Императора, который был поражен его предыдущей атакой, игнорируя то, что происходит за его спиной. Он сражался, как будто хотел погибнуть вместе с Алым Императором. Глава 414. Засада много крови, тяжелый бой даже в его ослабленном состоянии. Алый Император был врожденным, по крайней мере, 10го уровня. Если бы не древняя печать, которая удерживала нижнюю половину его тела и постоянно тащила его обратно в запечатанное пространство, то Алому Императору не пришлось бы тратить большую часть своей силы, сопротивляясь. Но в другом случае, Юэйян не смог бы подавить Алого Императора. И даже если Юэйян и сумел бы подавить его, Алый Император не пострадал бы вообще. Даже оставшейся силы Алого Императора было во много раз больше, чем сил Юэйяна. Если бы на месте Юэйяна был другой человек, Алый Император, вероятно, мог бы полностью проигнорировать его. С помощью простого взмаха руку строивший засаду был бы немедленно отброшен, а затем умер бы от серьезных травм. Проблема заключалась в том, что Юэйян был ненормальным экспертом в атаках из засады. Сильный при атаке, но слабый в защите, вот так было бы уместно описать Юэйяна. Однако это не означало, что Юэйян не был экспертом в обороне. Три таинственные стиля – хрустальный щит, щит пламени нирваны, камуфляж, телепортация и сковывающие цепи. Объединив эти навыки вместе, независимо от того, были ли они защитными или поддерживающими навыками, Юэйян был впереди других мастеров его уровня. Однако, по сравнению с его атакующими навыками, оборонительные навыки Юэйяна, несомненно, были намного слабее. Его боевая сила была просто слишком ненормальной. Пламя нирваны и колесо истребления мира. Защита Юэйяна была бы значительно слабее по сравнению с его активными навыками. К тому же, Юэйян обладал столь многими атакующими навыками, что у него было достаточно уверенности в том, что он сможет убить Алого Императора. В тот момент, когда Алый Император был бы ранен, Древняя Печать, несомненно, затащит его обратно в запечатывающие пространства. Он не хотел многого, он только хотел запечатать Алого Императора еще на 10-20 лет. К тому времени Юэйян определенно уже обладал бы такой же силой, как Император Тюрьмы тысячи лет назад. Силой достаточной, чтобы доминировать над Алым Императором. Силой достаточной для того, чтобы поглотить этого высокомерного парня. Конечно, все это было только в теории. На самом деле дела никогда не идут так, как спланировал Алый Император, который сгибался в талии и опускал голову. Изо всех сил пытался противостоять Древней Печати. Немедленно атаковал в ответ в тот момент, когда звездный взрыв Юэйяна ударил в него. Его скорость была очень высокой. Для сравнения, движения Алой Наложницы, Шунь Теня и Черного Принца были похожи на замедленную съемку. С другой стороны, реакция Серебряного Рога, Извержения и Урагана были похожими на движения улитки. Почти в то же время руки Алого Императора прижались к груди Юэйяна. Бум! Серебряный луч света вырвался и расширился до огромного столпа света диаметром более метра, что был наполнен энергией. В это время Юэйян выпустил колесо истребления мира и пламя Нирваны. Если бы Алый Император мог бы двигаться, даже если он мог бы сдвинуться только на три метра, Юэйяну определенно придет конец. Древняя печать стала величайшим помощником Юэйяна. Он поймала в ловушку и заперла Алого Императора, не давая ему сдвинуться даже на дюйм. Алый Император нарисовал длинный серебряный купол другой рукой. И тут в золотых глазах Алого Императора отразилось колесо истребления мира, непосредственно разрушающие столб света и приближающиеся к нему. В то время, как клинок пламени Нирваны сформировал арку серебряного света в воздухе и отправился в сердце Алого Императора. А золотой зрачок Алого Императора расширился от изумления. Он никогда не думал, что в этом мире будет такой ненормальный, который будет владеть и колесом истребления мира, и пламенем Нирваны. Сейчас он был ослеплен звездным взрывом, похожим на Млечный Путь. Более того, все это происходило за одну сотую секунды, слишком быстро, чтобы его глаза могли видеть и реагировать соответственно. Бум! Юэйян решительно сопротивлялся удару, исходящему из энергетического светового столба, когда хрустальный щит на его груди разбился на куски, и его доспехи виверны рассеялись в ничто. Когда Алый Император ослабил его хватку, колесо истребления мира ранило его руки, оставив длинный след крови. Затем оно ударило в обнаженную грудь Алого Императора, где не было доспехов для защиты. Однако Алый Император быстро отреагировал и обернулся, чтобы уклониться от смертельной атаки со стороны колеса. Но клинок пламени Нирваны был даже быстрее, чем колесо истребления мира, поскольку он уже сломал арку Серебряного Света и проникл в живот Алого Императора через его левое ребро. Поэтому, если Алый Император повернулся бы, он сразу же был бы разрублен на две части. Тело Алого Императора внезапно стало таким же гибким, как лапша, когда он отклонился назад. Быстрый и подвижный. Несмотря на то, что колесо истребления мира уже проникло в его грудь, и Император отклонился назад, колесо потеряло цель для атаки. Таким образом, Алый Император был бы только ранен, но не убит. С другой стороны, клинок пламени Нирваны также оставил глубокую кровавую рану на груди Алого Императора, но не смог глубже пронзить его сердце. Умри. Юэйян сильно ударил по талии Алого Императора, прежде чем его отбросило в воздух. Он развязал свой врожденный невидимый мечцы. Убийственная сила этого мечацы была не слабее колеса истребления мира и клинка пламени Нирваны. Кроме того, он был еще тоньше и быстрее, и был куда эффективнее. Со звуком разрыва плоти мечцы вошел в живот Алого Императора, выйдя через пальцы Юэйяна, которые коснулись Алого Императора. Затем он отправился прямо к сердцу Алого Императора. У Алого Императора было время только, чтобы использовать его особую силу и изменить местоположение его сердца, но он не смог остановить распространение мечацы по его телу. Одновременно бронхиолы и позвоночник Алого Императора были пронзены мечомцы. И тут настало время Алой Наложницы, Шунь Теня и Черного Принца. Пламя Алого Лотоса безжалостно ударило по затылку Юэйяна. Из-за энергетической вспышки колонны Света Алого Императора, ранее отбросившей Юэйяна в воздух, тело Юэйяна было немного наклонено, поэтому пламя Алого Лотоса не только не ударило ему непосредственно в голову, он также начал вращаться. После того, как хрустальный щит сломался, Юэйян все еще остался станцем элегантного меча трех таинственных стилей, что мог защитить его жизнь. С его помощью он мог уклониться от большинства атак и сопротивляться. Зеленый фосфорический призрачный огонь Черного Принца безжалостно черкнул по спине Юэйяна, в результате чего пять ранений остались на его коже и плоти. Призрачный огонь горел бушующим пламенем. Он был также страшен, как паразит, который привязывался к твоему телу, и он никогда не сгорит, пока есть энергия. Наибольшие страдания Юэйяну причинила сила трансформации Шунтиня. В воздухе над Шунтянем замерцало изображение золотого гигантского дракона и золотого мамонта. Это была одна из пяти сил трансформации – сила дракона и мамонта. Только в одной атаке, использующей силу дракона и мамонта, были продемонстрированы совместные силы дракона и мамонта. Золотой кулак Алого Императора ударил Юэйяна точно и удачно именно туда, где было расположено его сердце. Хотя Юэйян обладал сильной защитой, у него все еще было ощущение, что его сердцебиение остановилось, и он испытал иллюзию полного разрыва всего его тела. Пу! Юэйян упал вперед, и кровь вырвалась из его рта. Алый Император, который принял удар клинком от Юэйяна, выпрямил свое тело со скоростью молнии. Когда его сильно ударило по голове звездным взрывом, его красивое лицо искривилось от агонии. На груди у него появилась глубокая скрещенная рана и пропитанная кровью дыра. Это были результаты воздействия колеса истребления мира, клинка пламени нирваны и врожденного невидимого мечацы. Если бы на его месте был другой ранкер, он бы уже рухнул давно. Но Алый Император все еще держался и отправлял удары по телу Юэйяна. Бум-бум-бум-бум-бум. Все удары ударили по Юэйяну, ни один не прошел мимо. Юэйян заработал, по крайней мере, три сломанных ребрами, при этом его грудь превратилась в кровавый беспорядок от ударов Алого Императора и выстрелов энергетического столба. Пламя нирваны было выброшено из руки Юэйяна и проникло в плечи Алого Императора. К счастью, Алый Император быстро среагировал, иначе оно пронзило бы его сердце. Алый Император никогда не видел такого ненормального и упрямого молодого человека. Почему он так сильно хотел убить его? У молодого человека вроде Юэйяна впереди было светлое будущее, почему он хочет напасть на него, даже если это может стоить ему жизни. Что касается всего этого, то Алый Император не мог прийти ни к какому выводу. Но он не стал расслабляться. Он быстро протянул руки и сформировал 10 небесных рун, по одной на каждом из его пальцев. И затем он указал на центр бровей Юэйяна. Будучи в воздухе, Юэйян определенно умрет от этой атаки, потому что ему некуда было уклониться. Алый Император не отрицал, что ему было любопытно узнать побольше об этом молодом человеке, который напал на него, но он не возражал бы и против того, чтобы убить его. Результатом боя для любого соперника Алого Императора была бы смерть. Если и были какие-то исключения, то это был Император Тюрьмы, потому что он был более могущественным и свирепым, чем Алый Император. Хотя он очень ненавидел Императора Тюрьмы, он ничего не мог с ним поделать. Свежая кровь, которую Юэйян пролил, брызнула на древний запечатывающий круг. Древняя руна заключения, похоже, получила большую энергетическую поддержку от золотого луча, который сиял так же ярко, как солнце. С быстрой ротацией луч, что напоминал паутину, с силой затянул тело Алого Императора, заставив его погрузиться в запечатывающий круг. В мгновение ока видимым остался только живот, а талия уже погрузилась в запечатывающий круг. Что касается его тонущего тела, смертельная атака Алого Императора прошла мимо щек Юэйяна, оцарапав его крепкую маску близнецов. Если бы голова Юэйяна была ближе, это был бы прямой выстрел в голову. Золотой зрачок Алого Императора быстро расширился, когда он сердито посмотрел на Юэйяна. Причина, по которой Алый Император рассердился, была не только в том, что Юэйян сумел уклониться от его смертельной атаки. Дело было в свежей крови, которую Юэйян выплюнул. Стало очевидно, что Юэйян все это спланировал. Он использовал свежую кровь, чтобы активировать древний запечатывающий круг, который утащил бы Алого Императора вниз, и таким образом сделал бы его нападение бесполезным. Алый Император почувствовал чувство стыда от того, что его обманул Юэйян. Если бы он мог свободно передвигаться, он бы пошел за Юэйним, который был таким же хитрым, как Лиса. Он бы убил его, независимо от того, какую цену он должен был бы заплатить. Но теперь Алый Император мог только изнывать от ярости и выделить половину своей силы, чтобы поднять древний запирающий круг. Его другая рука указала на Юэйяна. Новый столб энергетического света забил, как фонтан. За спиной Юэйяна Алая наложница, Шуньтян и Черный Принт снова начали совместную атаку. На этот раз Триа, у которого было больше времени, чтобы отреагировать и собрать свою энергию, атаковала мощнее. Не так, как раньше, теперь их воздействий будет во много раз больше. Будучи тяжело раненым, Юэйян, возможно, не сможет нанести следующий удар. Если бы на месте Юэйян был кто-то другой, он бы бежал с такими тяжелыми ранениями. Черный Принц и Шуньтян хотели отпустить Юэйяна, чтобы он стал будущим противником Алого Императора. Таким образом, Алый Император не станет сжигать все мосты в будущем и будет осторожен, что было бы полезно для них. Более того, Алая наложница также хотела закончить бой. Несмотря на то, что она возненавидела Юэйяна, она не надеялась, что Юэйян умрет. Она просто хотела, чтобы Алый Император вышел из-под печати, и если ее любовник смог бы выбраться, остальное было бы не важно. А этот напавший на них, она сможет убить его позже, она не должна позволить ему умереть вместе со своим любовником. Даже Алый Император думал, что битва закончилась. Этот хитрый молодой человек определенно воспользовался бы возможностью бежать. Но все ошиблись. Мало того, что Юэйян оставался на месте, он даже бросился к Алому Императору как молния, как сумасшедшая дикая корова, которая была ослеплена убийственным желанием. Он энергично выкарабкался из энергетического светового столба, и в тот момент, когда его кулак был схвачен Алым Императором, он наклонился вперед, нанося удар в лоб Алого Императора. Бум! Столкнулись силы двух ужасающих врожденных. Алый Император завыл от боли. Когда Алая Наложница, Черный Принц и Шуньтянь оказались за спиной Юэйяна, чтобы начать совместную атаку, Юэйян, чья маска близнецов была почти разбита от удара, внезапно улыбнулся. Тот, кто был покрыт кровавыми ранами, сердито улыбнулся. Его другая рука поднимала печать Императора Тюрьмы. Полностью проигнорировав совместное нападение Триа, он обрушил печать на голову Алого Императора, как будто он был готов умереть вместе с Алым Императором. Шуньтяни Черный Принц схватили ртом воздух, крик Алой Наложницы и крик Алого Императора вырвались в один и тот же момент. Только Юэйян молча улыбался. Его уникальная саркастическая улыбка была выражена из самой глубины его глаз, и он выглядел блестяще. Глава 415. Глубокая обида. Я убью всех, кто тебе дорого. Божественная печать Императора Тюрьмы использовалась в прошлом, чтобы запечатать Тзюся и была одним из трех божественных инструментов, унаследовавших силу воли Императора Тюрьмы. Как только она вспыхнула, лицо Алого Императора исказилось. Его тело задрожало. Он поднял правую руку, которая стала еще яростнее подталкивать древний запечатывающий круг. Он изо всех сил старался поднять его вверх, изнуряя себя, чтобы удалить божественную печать, что обрушилась ему на голову. Хотя божественная печать выглядела маленькой, ее вес был сродни весу горы, заставляя руки и позвоночник Алого Императора сжиматься под тяжелым весом. Страшнее было то, что в небе сформировалось изображение Императора Тюрьмы, сделанное чисто из энергии и силы воли, и тут же погрозило своим солнечно-золотым кулаком Алому Императору, подавляя его еще больше. Даже если бы не было древнего запирающего круга, этого было бы достаточно, чтобы научить Алого Императора уроку. Когда Алый Император был слаб, Юэйян решительно напал на него, действуя так, как будто его ничем нельзя было остановить. Наконец, Юэйян смог переломить ситуацию и сделать ситуацию благоприятной для него. Его самым большим желанием было снова запечатать Алого Императора. А, Алая наложница ушла сразу же после нападения на Юэйяна своим пламени Малого Лотоса. По сравнению с убийством своего оппонента, ей было гораздо важнее спасти ее любовника. Раз в ход пошла божественная печать Императора Тюрьмы, она поняла, что она и будет величайшим препятствием для ее любовника. Если бы она ему не помогла, он оказался бы в чрезвычайно опасном положении. Алая наложница начала печально плакать. Она самоотверженно бросилась к божественной печати Императора Тюрьмы. Даже если бы ей пришлось пожертвовать собой, она должна была помочь своему возлюбленному удалить этот подавляющий божественный инструмент. Зеленый фосфорический призрачный огонь и сила дракона и мамонта со всей мощью приземлились на спину Юэйяна. Если бы этот дуэт не боялся, что божественная печать нанесет им вред, и они не скрыли бы половину своей силы, чтобы защитить себя, Юэйян рухнул бы от тяжелых травм. На спине Юэйяна горел зеленый фосфорический призрачный огонь. Его кожа и плоть испепелялись в огне. Удар шунь теня, сила дракона и мамонта, почти раздробил сердце Юэйяна, заставив кости его плеч сломаться от удара, а ребра были искажены. Пламя алого лотоса, которое могло даже растопить скалы, было бесполезно против божественной печати. Сила этого пламени, которое могло вызвать большой хаос и бедствие, не повлияло на священную императорскую печать. Используя влияние силы дракона и мамонта, Юэйян бросился к божественной печати одновременно с алой наложницей. Убивая двух зайцев одним выстрелом, Юэйян перенес удар от силы пяти трансформаций шунь теня и зеленому фосфорическому призрачному огню черного принца, направив их на алого императора. Он и сам продолжал нападать на алого императора, надеясь, что будет тем самым, кто выполнит заключительную атаку, чтобы победить алого императора. А громко застонал алый император. Его тело задрожало, когда из его тела вырвались серебряные лучи света, заставив Юэйяна отлететь в воздух от удара. На этот раз шунь тяне черный принц не атаковали Юэйяна. Они просто смотрели, как Юэйян упал и врезался в каменную стену. Они были не уверены в том, мог ли алый император выдержать удар. Если бы алый император был побежден, тогда им не нужно было больше соблюдать договор об их союзе. Алая наложница поняла, что ее усилия были бесполезны. В мгновение отчаяния она подняла руку и приготовилась принять удары, что направлялись на алого императора. Даже если она должна была упасть в древний запечатывающий круг, она не пожалела бы. Моя дорогая, уходи. Алый император не позволил ей сделать этого, потому что она не смогла бы вынести удар божественной печати императора тюрьмы. Позвольте мне помочь тебе, позвольте мне помочь тебе, я справлюсь, сказала алая наложница со слезами на глазах. Она протянула руки, пытаясь сбить божественную печать с алого императора, пусть даже всего на секунду. При нападениях, как божественной печати, так и древнего запирающего круга, алый император не мог выпустить свою силу, даже если бы он и обладал огромной силой. Его тело медленно погрузилось, сначала скрыв его живот, затем грудь. В конце концов, можно было видеть только его голову и руки. Алая наложница наклонилась, желая поднять божественную печать императора тюрьмы, чтобы ее возлюбленный мог сбежать. Юэйян вылетел из сломанных камней. Удерживая колесо истребления мира, он нырнул вперед, игнорируя его тяжелые травмы. Шуньтянь поколебался секунду. Прямо сейчас перед ним был выбор. Он мог бы остановить Юэйяна, или он мог молчать и ничего не делать. С его силой и помощью Черного принца им было бы легко остановить нынешнего Юэйяна. Тем не менее, Шуньтянь не очень хотел, чтобы алый император вышел из-под древней печати. Хоть он и не любил Юэйяна, молодого, начинающего и несущего угрозу, он также не любил алого императора, чрезвычайно могущественного старшего, что жил шесть тысяч лет назад. Он только хотел, чтобы обе стороны сражались до их смерти. Наблюдать со стороны было бы лучшим вариантом. Но не только Юэйян не поблагодарил бы его, но и алый император был бы взбешен. Было бы прекрасно, если бы алого императора снова запечатали, но если нет, то алый император наверняка за такое его поголовки не погладит. Как вариант, он мог бы помочь Юэйяну избавиться от алого императора. Шуньтянь не был уверен, что Черный принц будет работать рука об руку вместе с ним, как обычно, чтобы избавиться от алого императора, а затем и алой наложницы. Шуньтянь отбросил этот вариант, принимая это важнейшее решение в его жизни. Ветер и гром. Шуньтянь решил сделать вид, что останавливает Юэйяна, а затем тайна помощь ему позже. Он только надеялся, что Юэйян будет бороться усерднее, чтобы избавиться от алого императора. Палец небесного дьявола. Черный принц атаковал вместе с Шуньтянем, готовясь к его сильным атакам. Юэйян уклонился от всех их атак. Игнорируя атаку до этого, он взмахнул своим колесом истребления мира, когда он приготовил разрубить голову алой наложницы. Шуньтянь замахнулся своим громовым ударом и продолжил ударять Юэйяна в спину. Он понял, что тело алого императора изменилось, что расстроило его. Он изменил свои планы и решил изо всех сил атаковать Юэйяна. Черный принц был еще быстрее, когда из его пальцев вырвался столб черного цвета и направился прямо к сердцу Юэйяна. Но Юэйян был похож на плавающую рыбу, так как он быстро переместился за спину алой наложницы и прошел мимо алого императора, который поднимал божественную печать императора тюрьмы. Затем он взмахнул рукой, чтобы отогнать все атаки, когда его врожденной невинной мечцы выстрелил из обоих его указательных пальцев, перекрестив два луча в пути. Алый император схватил тело алой наложницы, прижав ее прямо к земле, успешно помогая ей уйти от смертельной атаки колеса истребления мира. Другая рука его вытянулась за пределы врожденного невидимого мечацы и направилась к Юэйяну. Сразу после того, как Юэйян выпустил свой врожденный невидимый мечцы, он понял, что существует непреодолимая энергия, которая душит его, бросая все его тело в воздух, заставляя его столкнуться с двойными атаками шунь теня и черного принца. Алый император ослабил хватку божественной печати, и она громко стукнула его по лбу. Свежая кровь брызнула повсюду. Его череп распался на миллион осколков. Алый император, истекающий кровью из всех семи отверстий головы, сердито смотрел на Юэйяна, его золотые глаза быстро накапливали энергию и сияли, как будто они были двумя золотыми звездами. Из его зрачков вырвались два золотых луча света. Юэйян был поражен и быстро изменил положение своего тела в воздухе. Но скорость золотого света была еще слишком высокой, так что они попали в его руку и правую ногу. Если бы Юэйян не успел переместиться, два золотых луча пронзили бы его сердце и голову. Именно после золотых лучей пришли громовые удары шунь теня и палец небесного дьявола черного принца. Под этими совместными атаками Юэйян определенно умрет. Сковывающиеся не позади Юэйяна появился маленький ламея лали. Она так широко открыла глаза, что даже ранее невидимые синие вины на краю глаз стали выпуклыми. Шунь тяне черный принц застыли в воздухе вместе. Когда громовые удары и палец небесного дьявола потеряли контроль хозяев, все они приземлились на маленькую лали. Среди шести рук, которые были готовы принять смертельные удары от нападений, три были разбиты громовыми ударами шунь теня, и одна была пронзена от ладони до плеча пальцем небесного дьявола. Она положила одну руку за спину, чтобы принять оставшиеся удары. Никто не сможет убить Юэйяна рядом с ней, потому что она была зверем-хранителем Юэйяна, и их жизни были связаны друг с другом. Она не была его дочерью, а чем-то большим, чем просто дочь. Она была никем иной, как Сявынли. Обхватив Юэйяна своими хвостами, Сявынли быстро утащила Юэйяна с этого места. Если бы бой продолжится, результат для Алого Императора был бы неизвестен, но Юэйян определенно умрет. Шунь тянь был немного ошеломлен, разве не запрещалось вызывать зверя на этой запретной земле? Как мог выйти зверь-хранитель Юэйяна? Он не думал о том, что Сявынли редко остается в мире гримуара, пребывая в теле Юэйяна. Если бы Юэйян не приказывал ей держаться подальше от боя, она бы давно вышла. Хочешь уйти? Алый Император, у которого были видны только голова и руки, несколько раз указал одной рукой, а другой постоянно нажимал на божественную печать. Бум-бум-бум-бум. Многочисленные световые столбы энергии забили фонтаном снизу и вокруг Сявынли, препятствуя ей и Юэйяну. Но Сявынли размахивала хвостами, предвидя это, бросая Юэйян обратно в голову Алого Императора. Юэйян протянул правую руку, активировал свой врожденный невидимый меч Ци, чтобы сформировать самый мощный меч. Затем он ударил им в череп Алого Императора, который был уже разрушен божественной печатью. Алый Император жалобно завыл, когда он полностью погрузился в запечатывающий круг, остались видны лишь его руки. Алая наложница царапала Юэйяна как сумасшедшая. Юэйян уже был покрыт шрамами, его плоть уже была омыта кровью, поэтому он не возражал против нескольких царапин. Он уничтожил руки Алого Императора, когда колесо Истребителя мира повернулось. Хотя Алый Император был достаточно быстрым, чтобы убрать свою левую руку в древний запечатывающий круг, его правая рука, которая сопротивлялась божественной печати, не смогла увернуться. Колесо Истребления мира разрезало правую руку Алого Императора, вызвав ослепительный блеск. Старинная руна в середине колеса развязала свою силу, заставив правую руку Алого Императора сломаться от вращения, хотя у него была очень сильная защита. Серебряные блестящие доспехи, которые была на уровне хрустального щита, оказалось бесполезной под вращающимся колесом Истребления мира. Видя, что Алый Император снова вернулся в древний запечатывающий круг, Юэйян быстро прибрал к рукам сломанную руку Алого Императора и божественную печать. Когда он столкнулся с нападением Алой Наложницы, он пролил свежую кровь на древнюю руну. Заключение, что было на древнем запечатывающем круге. Не обращая внимания на боль, Юэйян поднялся. Он поставил на кон свою жизнь, когда он выстрелил врожденным невидимым мечом Ци, направив один к Черному Принцу, а другой – к Шунтяню. Черный Принц и Шунтянь знали, что они не смогут выдержать такой меч Ци, поскольку они были сильно измучены им в предыдущую их встречу. В нынешней ситуации они не сопротивлялись. Более того, Алый Император уже был запечатан в древнем запечатывающем круге Юэйнем. Было бы непонятно, сможет ли он сбежать теперь, так что пока не настало время нанести ответный удар со всей их силой. Оба легко уклонились от двух врожденных невидимых мечейцы. Алая Наложница набросилась на Юэйян, как безумная. А вот она хотела сразиться с Юэйяном, используя все свои силы. В отчаянии она создала огромный Алый Лотос, так как она срочно хотела убить Юэйяна и себя в этом процессе. Да потеряйся ты. Юэйян пнул Алую Наложницу и отправил ее в воздух, когда Сявынли удалось заморозить ее еще раз. Когда Юэйян приготовился забрать Сявынли, у которой по лицу текли слезы крови, и выйти из логова злого дракона, Серебряный Рог, Извержение и Ураган начали действовать. Серебряный Рог немедленно побежал. В этой битве, независимо от того, кто бы выиграл, Серебряный Рог почувствовал, что он не будет в выигрыше. Чтобы не быть убитым, Серебряный Рог решил отказаться от своих товарищей и бежать. Но Извержение почувствовал, что это была его возможность выразить добрую волю Черному Принцу и Шунтиню. Если бы он смог остановить этого тяжело раненого человека в маске, его будущее, безусловно, было бы очень ярким. Извержение Юэйян показался тяжело раненым, возможно, на грани смерти. Не говоря уже о нем, Извержение Юэйян мог рухнуть, даже если бы ребенок набросился на него. Бум! И в тот момент, когда Извержение с уверенностью понял, что он сможет победить Юэяна и достичь огромного успеха, Ураган внезапно появился за его спиной и отвесил ему удар со спины и послал его в каменную стену. Ураган, который был всего лишь врожденным 2го уровня, прокричал Юэяну. Быстрее уходи, я помогу тебе заблокировать твоих противников, пусть даже всего лишь на секунду. Хотя я не понимаю, почему ты хочешь это сделать, я считаю, что у тебя есть на то свои причины, и башня Тунтянь нуждается в таком молодом человеке, как ты. Извержение выстрелило со скоростью быстрее, чем та, с которой он был разбит в каменную стену, когда он отправил тяжелый удар в живот Урагана. Тот застонал и исказился в лице. Черт возьми, не думай, что ты спаситель мира. Ты дурак, который не может победить даже меня. Ураган выплюнул кровь, но он все еще крепко держался за извержение, продолжая кричать Юэяну. Уходи, я уже стар, позволь мне честно пожертвовать собой ради молодого человека. Я исполню твое желание. Его бывший лучший друг стал злым дьяволом, нанося удары извержению, заставляя его непрерывно выплевывать свежую кровь. Алая наложница, шунтян и черный принц проигнорировали происходящую между этими двоими драку. Они уставились на Юэяна и Сиоливынь, которые выглядели бледными, как призраки. Они не могли понять, почему этот парень решил отказаться от возможности убежать. Неужели он смягчился из-за жертвы Урагана? Или это может быть это связано с другими мотивами? Хотя все трое ненавидели Юэяна до мозга костей, никто не осмеливался расслабиться, потому что Юэян обладал божественным инструментом, в конце концов, они не смогли бы убить его, не заплатив цену. Трио надеялась, что они смогут убить этого парня, заплатив по самой низкой цене, особенно шунтян и черный принц, которые не хотели стать следующими, кого принесли бы в жертву после Алого Императора. Шунтянь, черный принц, я определенно отомщу за себя сегодня. Юэян открыл ладони, и пламя нирваны превратилось в огненный лук, а лед и фиолетовая молния стали стрелами. Один лук с тремя стрелами. Лук был круглым, а стрелы указывали на небо. Шунтянь, алая наложница и черный принц сразу почувствовали, что на них нацелились, и что в каком направлении они не побежали бы. Они не смогут избежать стрелы, что пронзит их сердце. Лицо Шунтяня потемнело, когда он хмыкнул. Он активировал свою силу пяти трансформаций, и вибрация, которую он излучал, заставила все логово злого дракона затрястись. Черный принц исчез, как будто он стал невидимым. Хотя алая наложница была печальна и сердита, она не потеряла способности четко мыслить. Ее ноги начали танцевать, как будто она танцевала на лотосе. Фух, фух, фух. Юиян ослабил руки и произвел три последовательных выстрела, которые пронзили атмосферу и предстали перед врагами в мгновение ока. Сломайся. Шунтянь сломал стрелу кулаком, а черный принц и алая наложница едва увернулись назад. Юиян махнул рукой, и три фиолетовые стрелы повернули назад. На этот раз Шунтянь и компания смогли легко уклониться. Три стрелы были разделены в воздухе. Одна направилась к крылу красного дракона, который знал, как говорить, заставляя его мгновенно застыть на месте, когда на его теле появился лед, особенно его крыло, которое стало похожим на ледяную стену. Другая стрела попала в красного дракона, который не знал, как говорить, от чего тот немедленно умер, так как он не был достаточно быстрым, чтобы увернуться. Я еще вернусь. Алая наложница заскрипела зубами от гнева. Жаль, что она не могла убить своего соперника Сиэс, поскольку она тайно понимала, что была ранена божественной печатью императора тюрьмы и исчерпала всю свою внутреннюю энергию. Она бросалась на Юияна, поскольку у нее не было выбора, ей приходилось обманывать Шунтиня и Черного принца. Если бы они увидели, как она слаба, они могли бы навредить ей. Юиян также исчерпал всю свою врожденную Ци. Он выглядел расслабленным, но на самом деле он был на грани смерти. Если бы это три окинулось бы на него, он погиб бы. Шунтяни и Черный принц обменялись взглядами, а затем их глаза сверкнули. Оба не хотели рисковать, и они отказались от последнего шанса убить Юияна и Алую наложницу. Если бы они оба сработали вместе, Юиян и Алая наложница определенно погибли бы. Но у них были другие скрытые мотивы, поэтому они упустили эту прекрасную возможность. Не прошло и минуты после того, как Юиян ушел, как древний запечатывающий круг снова начал вибрировать слегка, затем яростно и, наконец, встряхнув горы. Серебряная рука протянулась из круга, а затем, под ошеломленным взором присутствующих, Алый Император, который был тяжело ранен, но все еще был очарователен, вышел из круга. Он был покрыт ранами, и его правая рука была сломана. Свежая кровь залила его всего. Со слезами, что текли по ее лицу, Алая наложница бросилась к нему, крепко обняла и громко закричала. Не плачь, моя дорогая. Не плачь, Алый Император использовал оставшуюся левую руку, чтобы слегка погладить огненные волосы Алой наложницы. Его золотые глаза смотрели на шунь теня и черного принца. Спасибо за вашу помощь, если бы священная божественная печать продолжала мое подавление еще минуту, вышел бы совсем другой результат. В будущем я обязательно отплачу вам обоим. Если вы все захотите отправиться в небесную область, я могу быть вашим проводником. Шунь тяне черный принц теперь очень сожалели. Если бы они знали, что все будет так, они бы помогли Юияну избавиться от Алого Императора. Если бы они не атаковали Юияна, а Алую Наложницу, Алый Император и Алая Наложница умерли бы жалкой смертью. Но вот беда, они уже упустили лучшую возможность убить Алого Императора. После того, как он восстановится и вернется на свой пик, было бы еще труднее убить этого Алого Императора, что жил 6000 лет назад. Конечно, шунь тяне черный принц не выказали этих мыслей и оба поклонились, проявив почтение Алому Императору. По крайней мере, они могли отправиться в небесную область, что было лучше, чем ничего. Хотя шунь тяне черный принц не могли полностью доверять Алому Императору, они были уверены, что в настоящее время они в безопасности. Потому что они могли видеть, что Алый Император уже достиг своего предела, и у него больше не было сил сражаться. Вы все уходите, наши дела не имеют отношения к вам, вы видите своих товарищей и уходите. Алый Император внезапно отпустил искателей приключений и высокомерно сказал им. Может быть, среди вас есть те, кто знает, кто этот молодой человек. Пожалуйста, помогите мне передать ему вот какие слова. Я восхищаюсь им, потому что никто не мог сразиться со мной и заставить меня оказаться в таком жалком состоянии. Если он хочет быть моим учеником, я могу даже позволить ему взять на себя ответственность за человеческую область. Если он не хочет этого, тогда, пожалуйста, передайте ему, что я убью всех, связанных с ним, никого не оставив в живых. Глава 416. Воспользоваться преимуществами положения, пока враг на земле. Как только Юэйян вышел из логова злого дракона, и ограничения законов были отменены, он немедленно вернулся в мир Гримуара. Изначально он хотел вызвать девушку Целинь и отругать ее. Он был избит и близок к смерти, но эта девушка только смотрела со стороны без всякого намека на преданность и желание помочь. Не говоря уже о таком небольшом ограничительном законе, величественные священные звери, подобные ей, могли бы помочь ему и в небесной области. Более того, если бы она не могла выйти, то она могла хоть сказать что-нибудь. Однако, когда он прибыл в мир Гримуара, он увидел, что перед ним стоит девушка Целинь, как маленький белый цветок. Ее явление было просто несправедливым. «Девочка, когда я выхожу из себя, последствия бывают очень суровыми», — сказал Юэйян в сторону девушки Целинь, которая пыталась завоевать расположение Юэйяна, помогая ему идти. «Я хотела помочь тебе, однако сестры Феникса меня не отпускали. Возможно, они чувствовали, что это хорошая возможность обучить тебя. Более того, разве ты не в порядке, всего-то несколько царапин. Не сердись, я тоже беспокоилась о тебе. Мне так же больно смотреть, что ты ранен. Подойди, дай мне посмотреть». Мягкие маленькие руки девушки прижались к колбу Сявынли. Красочный луч, как красивая радуга вырвался. Сявынли, получившая травмы рук, купалась под радугой. Ее раны зажили в мгновение ока. Ее бледное лицо после перенапряжения снова стало розовым. Хи-хи. Как только раны Сявынли были излечены, ее счастливые глаза стали двумя яркими лунами. Ее жизнь была связана с Юэйним. Они делили все вместе. Как только Юэйян получил травму, она также чувствовала боль. По той же причине, когда девушка цели не исцелила Сявынли, Юэйян также почувствовал, что боль в его теле слегка смягчилась. На его спине все еще упрямо оставался огонь черного принца. Хоть и горел медленнее, чем раньше. Он мог забыть о нем, поскольку он был временно бессилен изгнать его. Врожденная целью Ияна иссякла, и ему пришлось использовать пламя Нирваны, чтобы очистить серьезные внутренние травмы. С огнем Алого Лотоса Алой Наложницы было то же самое. Если бы тело Юэйяна не было закалено пламенем Нирваны, он бы уже сгорел дотла. Огонь Алого Лотоса за его шеей был как дополнительные 50 килограммов. Если Юэйян не смог бы вытерпеть это, как он мог убежать? Самой сильной атакой, которая повредила Юэйяна больше всего, была сила трансформации Шунтиня. Атака Шунтиня даже превзошла травму, нанесенную атакой Алого Императора. Но опять же, Алый Император был отвлечен древней печатью и божественной печатью Императора Тюрьмы. Юэйян был тяжело ранен. Однако для девушки Целинь эти травмы были слишком простыми. Огонь Алого Лотоса – это неплохо. Что касается этого отвратительного призрачного огня, он тебе нужен. Мягкие белые руки девушка Целинь схватили шею Юэйяна, словно озорная девчонка поймала красную стрекозу. Огонь Алого Лотоса, который пугал людей своей температурой, превратился в нежный и красивый Алый Лотос в ее руках. В одно мгновение огонь Алого Лотоса был очищен ею до его основной формы. Этот огонь был ярким и полным жизни. Он отличался от настоящего Лотоса. Он был сделан из огня, и у него была духовная сущность. Девушка Целинь открыла руку, и Алый Лотос поплыл в воздухе. Он следовал за радужным светом от ее тела и медленно вращался. Ничто в мире не было красивее, чем эта картина. Никто не мог себе представить, что это произошло от пугающего пламени, которое могло убивать людей. Что касается зеленого фосфорического призрачного огня, Юэйян поспешно сказал ей оставить его. Ну и шутка, это была лучшая вещь для использования в пополнении энергии Хуэйцзинь, где еще он мог бы ее найти. Если бы Юэйян не хотел доработать этот огонь, он мог бы очистить его пламенем нерваной раньше. Юэйян переусердствовал и, казалось, не мог переносить зеленый фосфорический призрачный огонь. Но этот огонь ничего не мог сделать с девушкой Целинь. Она слегка схватила его за руки и подула. Яркий свет энергии вспыхнул. В ее маленьких руках появились яркие световые лучи, и ее аромат распространился повсюду. Юэйян потерял много крови и получил сильные травмы, но под этим светом его разум прояснился, и его тело расслабилось. Зеленый фосфорический призрачный огонь был очищен девушкой Целинь. Он превратился в маленький скелет с горящими глазами. Размером он был, вероятно, с кулак ребенка. Увидев это, Юэйян немедленно схватил его и быстро убрал в свое платиновое накопительное кольцо. Эта вещь была слишком важна для повышения уровня магического клинка Хуэйцзинь. Естественно, он не мог использовать его сейчас, но когда он усвоит его, сила Хуэйцзинь определенно удвоится. Девушка Целинь надулась и закатила глаза, как бы говоря, кто еще бы тебе помог. Кровавая королева, золотая коронованная королева тернистого цветка. Тень дикой коровы наблюдали со стороны и не смели выйти впереди. Они боялись беспокоить девушку Целинь во время исцеления хозяина. Не говоря уже о них, даже болезненная красавица, которая использовала усыпляющий цветок, чтобы погрузить Юэшуэн в сон, могла только с тревогой ждать. Если Юэйю была бы здесь, то она могла бы помочь. Однако, так как девушка Целинь была здесь, она считала, что с Юэйнем определенно не будет проблем. Увидев тело Юэяна, пронизанное травмами, ей было очень больно. К счастью, он не сломали ни рук, ни ног, иначе мне пришлось бы потратить много энергии, чтобы помочь ему выздороветь. Помимо травм Юэяна, девушка Целинь также мягко успокаивала других. Когда она сказала это, она положила руки на тело Юэяна. Чистая энергия неуклонно текла в тело Юэяна и снова наполняла иссохшую врожденную ци в его солнечном сплетении. Увидев Юэяна, болезненная красавица заставила себя улыбнуться, делая вид, что все в порядке, хотя глаза ее покраснили, и слеза готовы были уже пролиться, но она быстро утерла их. Она решительно кивнула, показывая Юэяну, что она не беспокоится. Вместо этого она надеялась, что на его сердце нет никакого бремени. Свет в руках девушка Целинь стал больше, пока он не окутал Юэяна полностью. Невооруженным глазом было видно, что раны Юэян быстро заживали. Различные травмы тела Юэяна, что были на сердце, груди, руках, ногах и других частях тела, быстро восстанавливались, особенно его сердце, которое было поражено двумя шагами от силы пяти трансформаций шунь теня. Один из них был дракон и мамонт, а другой – грозой. К счастью, Юэян был почти неуязвим. Его тело было много раз закалено пламенем Нирваны и, кроме того, его жизнь была разделена с Сявэнли. Юэян не беспокоился о том, что его мог убить Шунь Тянь, но избежать травм было трудно. И какими бы тяжелыми ни были его травмы, если бы девушки Целинь не было здесь, Юэяну пришлось бы использовать врожденную Ци для выздоровления и, вероятно, понадобилось бы десять дней, чтобы добиться каких-либо улучшений. Чтобы восстановить сотню процентов своей боевой силы, десяти дней, вероятно, было бы недостаточно. Однако, девушка Целинь была небесным экспертным доктором. Ее лечение не заняло даже и десяти минут. Тяжелые травмы Юэяна были залечены на восемьдесят процентов. Его внешние травмы зажили быстрее. Тем не менее, с внутренними травмами было сложнее и, вероятно, понадобилось бы время, чтобы врожденная Ци Юэяна продолжила восстанавливаться. Увидев чудотворные руки девушки Целинь, болезненная красавица была настолько тронута, что заплакала. Ее маленькие руки закрыли рот и прикусили губы, не выпуская всхлипы. Как только раны излечились, она немедленно встала и крепко обняла Юэяна. Даже красные, да да и Ахмани эмоционально поцеловали Юэяна в щеки. Когда Юэян обнял их и поцеловал, они все на радость их расцеловались. Дух земного огня смотрела на них издалека. С ее элементальным телом она не могла понять саму идею получения травм и ранений. Девушка Целинь уверенно подняла руки и протянула их к Сявынли, показывая, что это были незначительные травмы и могли легко быть исцелены. Сявынли была счастлива. Она вскочила в объятия девушки Целинь и стела Юэяна, поцеловала девушке Целинь так же, как только что поцеловала Юэяна. Мне не нравятся дети, ну ладно тебе. Хотя девушке Целинь сделала вид, что ей все равно, было ясно видно, что ей нравится близость Сявынли. После исцеления Юэян восстановил большую часть своей боевой силы. Пока рядом была девушка Целинь, его жизни ничего не угрожало. Предыдущие сражения можно было счесть лишь наполненным побоями. Однако опыт Юэяна от его суицидальной атаки, нарушения его предела выносливости, проявления беспощадной храбрости использования силы воли через боль, был опытом, который помог бы ему безгранично расти. После переживания этой битвы не на жизнь, а на смерть с алым императором Юэяна уже взрастил достаточную уверенность в себе. В одной битве он сделал один шаг, чтобы стать высшим ранкером. Столкнувшись с тремя ранкерами, которые были намного сильнее его и с шеститысячелетним пугающим врожденным, Юэян не испытывал никаких опасений. Он использовал каждую ситуацию, каждое знание и атаку, чтобы сильно повредить своего противника. Хотя он сбежал из-за его травм, он на самом деле был победителем сегодня. Награда Юэяна от этой победы не была сокровищем и не была кровавой рукой алого императора, это была уверенность, храбрость и сила воли. Впереди все еще было будущее. Пожалуйста, не начинай радоваться. Алый император не был успешно запечатан. Девушка Целинь открыла секрет, что это невозможно. Юэяна прошит пот. Он лично видел тяжелую травму алого императора и то, как тот был увлечен древней руной в запечатывающее пространство. Первоначально он думал, что это запечатало бы его, по крайней мере, на несколько лет и никогда не предполагал, что его сильные атаки на самом деле не удались. Неужели шунь-тяне Черный Принц имели какое-то сокровище, чтобы спасти алого императора? Или духовный призыв алой наложницы действительно удался на славу и смог бы снова вызвать алого императора? Он был уверен, что алый император получил серьезные ранения. Пройдя через колесо истребления мира, пламя Нирваны и врожденной невидимой мечцы, затем пострадав от силы божественной печати, которая даже заставила его череп расколоться и, сломав одну руку, как он все еще мог убежать от древней печати. Логово злого дракона. Большинство искателей приключений ушли. Шунь-тянь, Черный Принц и его подчиненный, Черный дракон Огня Частилища, а также две группы охотников на драконов тоже ушли. Ураган отдал честь трупу своему бывшего друга извержению. Увидев, что алый император и алая наложница все еще обнимаются и целуются без намерения убить его, он также быстро ушел. Внутри рушащегося логово злого дракона остался только алый император, потерявший правую руку, и алая наложница. Оставшись один, алый император внезапно упал на пол. Свежая кровь непрерывно вытекала из его рта. Он был истощен. Если бы не желание развеять настороженность Шунь-тяня и Черного Принца, он уже давно упал бы. После трех нападений Юия на алый император чувствовал себя несравненно усталым. Если бы этот юноша был хоть немного сильнее, все стало бы действительно опасно. К счастью, Шунь-тяню и Черному Принцу не хватило бы смелости объединиться и напасть на алую наложницу. Дело было не только в том, что их силы не хватало бы, но в паранойя. В конце концов, они фактически помогли алому императору спастись из ловушки. Давай быстро покинем это место и найдем другое место для восстановления сил. Если появится врожденная старейшина, нам действительно нужно будет проявить бдительность. Алый император слегка кошленул. При поддержке алой наложницы он мучительно встал. Твоя рука! Воскликнула алая наложница. Не страшно, после использования секретной техники и небесных кристаллов она отрастет. Алый император получил тяжелые ранения, но его гордость как императора все еще оставалась при нем. Это урок, а также предупреждение для меня, покоряющего низший смертный мир. Это послужит мне напоминанием никогда не быть небрежным. Моя возлюбленная, не волнуйся, я никогда не позволю подняться другому императору тюрьмы. Этот парень был неплох, но на этот раз я не позволю ему так же вырасти, как императору тюрьмы и стать моим врагом. Я не особо в курсе, насколько силен император тюрьмы. Однако я хочу сказать тебе, что я отличаюсь от него. Юэйян внезапно появился, как вспышка. Его глаза все еще выражали непревзойденный насмешливый свет. Твои раны исцелились? Когда алый император увидел это, он был поражен. Есть фраза воспользоваться преимуществами ситуации, пока враг на земле. Если бы на моем месте был император тюрьмы, он, вероятно, не напал бы на того, кто тяжело ранен, ведь он почетный и гордый император. Однако я отличаюсь от него. Я негодяй. Презренный мой прозвище, обесстыдник, мое настоящее имя. Итак, я извиняюсь, старший, который прожил 6000 лет, позволь мне отправить тебя в твою могилу. Его убийственное намерение взорвалось. Сейчас начинается его вторая атака. Глава 417. Божественный щит хранителей поглощающий дух колокол На этот раз главной целью нападения Юияна был уже не Алый Император, а Алая Наложница. Алый Император, который вышел из древнего запирающего круга, даже если он и был серьезно ранен, он мог бы выжить благодаря его скорости. Раньше, когда он был пойман в ловушку в запирающем круге, он был слабее Юияна. С другой стороны, если бы Юиян не обладал столькими навыками и высокоуровневыми артефактами, Алый Император не был бы так сильно ранен. Можно даже сказать, что без божественной печати Императора тюрьмы Юиян не сможет ничего сделать с Алым Императором. Юиян не знал, насколько эффективны его атаки на Алого Императора, поэтому он решил сначала избавиться от Алой Наложницы. Ее убийство определенно будет представлять собой огромный удар по Алому Императору. Алый Лотос. Алая Наложница прекрасно знала, что это был самый опасный момент в ее жизни, поэтому она не стала беречь силы в бою с Юиянем. Ее собственная жизнь никогда не была ее приоритетом. Самое главное было выиграть какое-то время, чтобы ее любовник мог немного восстановиться. Она верила, что ее возлюбленный не будет побежден от этого удара. Огромный Алый Лотос завращался в воздухе, и тысячи его лепестков направились в Юияна. Точно так же завращалось и Колесо Истребления Мира. Будучи в ловушке бушующего пламени, Колесо Истребления Мира открыло небольшой туннель, к великому удивлению блокируя все лепестки Алого Лотоса, которые двигались к нему. Юиян быстро скользнул по чрезвычайно маленькому свободному пространству. Туннель, который открылся Колесом Истребления Мира, был под давлением, которое помогло Юияну продвинуться вперед быстрее. Как будто кто-то толкал его вперед. Огненное копье, изготовленное из пламени Нирваны, предназначалось для этих Алых Лепестков Лотоса, которые были впереди. Каждый раз, когда копье и лепестки соприкасались, отмечалось начало очищения огня Алого Лотоса. Хотя процесс не был завершен в течение секунды, огонь Алого Лотоса определенно не был на том же уровне, что и пламя Нирваны. Юиян был уверен в этом. Если привести пример, то обычный огонь был бы первого уровня. Он был бы самым худшим с точки зрения качества и мощи. Сжигающий небеса огонь и дождь метеоритного огня, которые были безумно мощными, были бы бронзового ранга. Они были лучше обычного огня и легче всего контролировались нормальными воинами. Адский огонь и дыхание дракона были, по крайней мере, серебряными. Что касается золотого огня, то он был бы своему каждого отдельного человека. Например, адский огонь, контролируемый бажутом, был не такого же ранга, как адский огонь, контролируемый обычными воинами. Зеленый фосфорический призрачный огонь, контролируемый черным принцем, был, по крайней мере, золотого ранга. Будучи из категории призрачного огня, хотя температура его была не самой высокой, такой огонь был чрезвычайно токсичен. Огонь Алого Лотоса Алой Наложницы был лучшим среди всех огней, и даже зеленый фосфорический призрачный огонь не был ему ровней. Он превзошел все другие обычные огни в мире, так как это был демонический огонь, который мог принимать осязаемые формы. Хотя на самом деле не существует реальной системы ранжирования для дифференциации огня, но его моно было бы примерно оценить платиновым рангом. Огонь бриллиантового ранга, тихий испепеляющий огонь, который могли бы использовать только врожденные старейшины, представляет собой форму огня священного уровня, который мог уничтожить души всех существ. Этот огонь священного уровня не мог быть получен даже с помощью тренировки, он будет развиваться только из конкретного божественного оборудования. Юэйян не видел его раньше, но знал о существовании благодаря знаниям матери жалкого парня. Что касается пламени Нирваны, это был уникальный, единственный в своем роде божественный огонь. Он не только обладал способностью уничтожать мир, но и имел функцию очищения всего мира и даже способность к перерождению. В его нынешнем состоянии Юэйян не смог полностью развязать потенциал пламени Нирваны. Если бы на его месте были сестры Фениксы, пламя Нирваны могло даже превзойти рант божественного огня и пойти еще выше. Ша-ша-ша. Копье пламени Нирваны Юэйяна заблокировало Алый Лотос. Пронизывая все на своем пути, копье двигалось прямо в горло Алой Наложницы. Стой. Серебряный диск пролетел по воздуху с серебристым светом. Он заблокировал атаку копья пламени Нирваны, которая была готова пронзить горло Алой Наложницы. Пламя Нирваны, которое могло уничтожить все, на самом деле не смогло проникнуть в причудливый серебряный диск со встроенными древними рунами. Оно смогло только растопить серебристый свет. Как будто живой серебряный диск внезапно повернулся с высокой скоростью, возвращаясь назад к единственной оставшейся руке Алого Императора. Он продолжал вибрировать, как будто в агонии из-за удара копья пламени Нирваны. Даже не используя божественное видение божественных глаз, Юэйян мог сказать, что это было божественное оборудование. Несмотря на то, что его нельзя было считать равным божественной печати Императора Тюрьмы, они были недалеко друг от друга. С помощью этого божественного оборудования избавление от Алого Императора может стать трудным делом. Юэйян и не ожидал, что Алый Император окажется с пустыми руками и что у него определенно окажутся при себе какие-то мощные навыки, но Юэйян никак не ожидал, что у него будет божественное оборудование. Божественный щит-хранитель серебряный. Божественное оборудование четырех звезд. Обладает сознанием. Активируется свежей кровью владельца. Мощь этого хранителя будет увеличена в десять раз, когда владелец находится на грани смерти. Его не повредить энергией, которая слабее, чем божественное оборудование. Принимает различные формы в определенных условиях. Он может получить неограниченный источник божественной энергии под звездами. Специальное умение поток света. Черт возьми. После того, как Юэйян увидел информацию о серебряном диске своим божественным зрением, он бесцеремонно выругался. Но если говорить о слабости этого хранителя, то он вообще не мог бы начать атаку. Его можно было использовать только как божественное оборудование для обороны. Однако даже в этом случае он был достаточно сильным. Особенно на данный момент этот вид божественного оборудования, используемого исключительно для обороны, был более полезным, чем те, которые использовались исключительно для атаки. Что немного успокоило Юэйяна, так это то, что он мог видеть информацию о божественном щите хранителя его божественным видением, чего он не мог сделать с императором тюрьмы. Это означало, что священная божественная печать была более высокого ранга и мощнее, чем божественный щит хранитель. Конечно, божественная печать императора тюрьмы еще не признала Юэйяна своим владельцем, поэтому он мог использовать его только для того, чтобы обрушить ее на других, но не мог по-настоящему использовать ее. Он был словно ребенок, который получил убивающий драконов нож. Хотя это было мощное сокровище, ребенок не сможет его использовать. Наша борьба бессмысленна, ты загнал меня в угол, но ты все еще не можешь меня убить. Даже без защиты божественного оборудования у меня все еще есть много других навыков и способов уйти отсюда. Я признаю, что ты изменил мой обычный взгляд на врага, ты противник, который умеет планировать и творить, твоя настойчивость и мужество тоже неплохи, но я должен указать, что ты еще слишком молод. Я лучше тебя с точки зрения опыта, которого тебе пока не хватает. Речь идет о всевозможных боевых действиях и трюках для выполнения навыков и даже способах использования сокровищ. Если бы я мог призвать своих зверей, я бы даже заставил тебя сбежать от испуга, и ты бы не загнал меня в такое неловкое положение. Молодой человек, было бы бессмысленно продолжать эту битву, мы уйдем сейчас же, давай встретимся снова в небесной области. Алый Император махнул рукой, подталкивая Алую наложницу к себе, готовясь уйти под защитой Божественного Щита, как он должен продолжать бой. Теперь, когда Алый Император вышел с такой скоростью, он мог бы бежать, когда и куда ему захотелось бы, если он не хотел продолжать бой, отчего ситуация может усложниться. Но если они не продолжат бой, тогда Юиян не будет доволен. В мыслях об этом у Юияна разболелась голова. А, подождите, почему он только сейчас использовал Божественный Щит-Хранитель? Юиян увидел, что древние руны на Божественном Щите-Хранители стали краснее, так как испускаемая Серебряная Звездная энергия стала более интенсивной, и он внезапно все осознал. Чтобы этот Щит продолжал работать, ему, возможно, приходилось постоянно поглощать свежую кровь владельца, или может быть, что у Алого Императора не хватило энергии, чтобы активировать Божественный Щит-Хранитель сейчас? Он сжигал свою жизнь, чтобы пожертвовать кровь Щиту. Теперь, когда он подумал об этом, Юиян был приятно удивлен. Как бы там ни было, лучше было бы донимать Алого Императора, пока он не рухнет. Вы думаете, что вы сильны со своим Божественным оборудованием? Мне не терпится избить такого выскочку, как вы. Юиян бесстыдно бросился вперед, когда его копье Пламени Нирваны превратилось в Алибарду, который он и стал размахивать во все стороны. Все удары шли к Алому Императору и Алой Наложнице. Хотя Божественный Щит-Хранитель быстро вращался в воздухе, блокируя все атаки Юияна, Серебряный Звездный Свет Божественного Щита-Хранителя притуплялся каждый раз, когда Алибарда Пламени Нирваны ударяла его. Тело Алого Императора начало дрожать, так как он больше не мог терпеть. В конце концов, его тело слегка пошатнулось, казалось, будто он вот-вот рухнет, когда его кровь истощится. Чертов паршивец! Алая Наложница Сердито посмотрела на Юияна и ее глаза были готовы испепелить его. Она изо всех сил старалась собрать почти тысячу Алых Лотосов. Используя обе руки, она направила их к Юияну. Даже если огонь Алого Лотоса не мог ничего сделать с Юиним, который был защищен Пламенем Нирваны, она просто не могла стоять и смотреть, как этот бесстыдный парень так высокомерно себя ведет. Она поклялась сразиться с ним до последних сил. Юиян не обращал внимания на парящие Алые Лотосы, не осмеливался расслабляться. Он не боялся огня, но Алая Наложница, которая была в ослабленном состоянии, все еще обладала силой Врожденного 9го уровня. Она контролировала тысячи Алых Лотосов руками. Забудьте о высокой температуре огня, просто силы Врожденного 9го уровня было бы достаточно, чтобы убить его, если ее атака ударит его. Юиян быстро защитил себя, превращая Алибарду Пламени Нирваны в доспехи Нирваны огня, что поместил вокруг себя. Затем он быстро поднял столб Пламени Нирваны, охватив все Алые Лотосы, которые шли к нему. Он немного гордился собой, потому что сочетание его способностей Ян с охваченными Алыми Лотосами могло создать совершенно новую огненную способность. Хотя она была бы не так хороша, как Пламя Нирваны, она не была бы слабее, чем зеленый фосфорический призрачный огонь. Имея больше огненных способностей, он мог бы лучше контролировать огонь и еще больше повысить свою боевую мощь. И важнее было то, что чем лучше он контролировал свою способность Ян, тем более успешным было бы объединение способностей Ян и Ян, чтобы достичь совершенно нового уровня. Алая наложница почувствовала, что огонь Алого Лотоса, который она выпустила, был заблокирован и охвачен ее противником, так как она потеряла контакт с ним. Все это добавилось к ее умственному, физическому и энергетическому истощению. Она мрачно вскрикнула и направила к Ян и Яну кровавую стрелу с последним вздохом гнева, даже не обращая внимания на цену, которую она должна была заплатить своим здоровьем. Как только стрела была отправлена в атаку, Алая наложница сразу же упала в обморок в объятии Алого Императора. Она добралась до своего предела очень давно. Стрела крови была сделана из крови ее сердца, гнева и особой энергии. Воздействие, которое она оказала бы, было бы не слабее, чем воздействие божественного оборудования. Юи Ян был потрясен, когда понял, что эта сучка сражается с ним изо всех сил. Он не мог допустить послабления, поэтому он быстро поставил перед собой защитные доспехи пламени Нирваны. Духовное поглощение. В его глазах замерцал золотой свет, когда гигантское золотое колоколообразное сокровище появилось в воздухе. Когда Алый Император врезался в колокол с энергией, вырвавшейся из его зрачка, все логово злого дракона затряслось, как после серьезной катастрофы. Каменная стена сломалась и разрушилась с грохочущим шумом, когда с потолка повалились гигантские камни. Юи Ян чувствовал, что его мозг зазвенел, когда в его тело вошла злая энергия. Он почувствовал, как иллюзия его души высасывается из тела. К счастью, врожденная цивь его донтяне разогрелась, активировав пламя Нирваны, когда оно задвигалось по его телу, расталкивая злую энергию, которая отталкивала его душу от тела. Но головокружение Юи Яна долгое время не уходило. На земле появилось более 10 энергетических фонтанов, что готовились атаковать Юи Яна, который все еще был в оцепенении. Доспехи пламени Нирваны продолжали вращаться вокруг него. Они автоматически охраняли своего владельца, пока он продолжал очищать энергетический фонтан. Энергетическому фонтану мешали доспехи пламени Нирваны, и обе стороны боролись за контроль над ситуацией. И тут-то стрела крови воспользовалась ситуацией и бросилась в направлении груди Юи Яна. Хотя она была медленной, ее воздействие было бы огромным. Когда доспехи пламени Нирваны, наконец, вернулись, чтобы охранять своего владельца, божественный щит-хранитель внезапно свернулся в круглую трубу. Мало того, что ему удалось заблокировать вторую атаку доспехов пламени Нирваны, пространство между ними позволило стреле крови двинуться прямо к сердцу Юи Яна. Глава 418. Ярость. Рождение фиолетово-золотого огня. Алая наложница и Алый Император действовали слаженно. Если бы они не были в ослабленном состоянии и не были бы тяжело ранены, Юи Ян был бы избитыми до состояния фарша. Использование кровавой стрелы только заставило обе стороны пострадать. Если бы они не были в отчаянном положении, им не пришлось бы так атаковать. О, боже, тень пронеслась мимо, когда кровавая королева красная полетела в логово злого дракона с тенью дикой коровы Ахмани золотой коронованной королевы тернистого цветка Дадо. Они уже вышли из мира гримуара, но, опасаясь, что Алый Император почувствует их, они остались снаружи, пока Юи Ян официально не попросил их помощи. Скорость кровавой королевы была самой высокой, поэтому она первой достигла цели. Она не ожидала, что Юи Ян окажется в опасной ситуации. Кровавая королева бросилась вперед в одно мгновение и использовала свои крылья, чтобы унести Юи Ян. Раскрыв объятия, она использовала свое тело, чтобы защитить Юи Яна от смертоносной кровавой стрелы. Стрела прошла через ее сердце. Воздействие было настолько велико, что ее подбросило в воздух, а затем в каменную стену. Хотя Юи Ян знал, что она была его зверем-хранителем, и она не умрет, увидев, что она приняла удар прямо в сердце, чтобы спасти его, а затем врезалась в каменную стену, он рассердился. Давненько у него не было вспышек ярости. Черт тебя подери, раздражающий отброс. Из горла Юи Яна раздался громкий вой, вибрация, которую он излучал, была такой же страшной, как и извержение вулкана. Ударная волна встряхнула все логово злого дракона, сделав уже рушившееся логово еще более шатким, обрушив многочисленные камни. Земля разверзлась, когда трещины, похожие на паутину, стали еще больше от землетрясения, что стало сильнее. Глаза Юи Яна стали красными, и его разум померк. Теперь он полностью контролировался гневом, и его здравый смысл перестал существовать. Он протянул руку, чтобы собрать весь неочищенный огонь алого лотоса, оставшуюся энергию от энергетических фонтанов, божественную силу хранителя божественного щита и оставшуюся жидкость кровавой стрелы в воздухе. Он собрал всю эту силу в энергетический шар. После взрыва его способности Ян Юи Ян сжал шар энергии, как будто он пытался задушить своего противника. Намерение Юи Яна могло состоять в том, чтобы сломать энергетический шар, или может быть высвободить свой гнев. Да все, что угодно, кроме рациональности. Он действовал в гневе. Но случилась жуткая вещь. Вся энергия, которая была вынуждена смешаться со способностью Ян Юи Яна из-за гнева начала собираться, образуя совершенно новый, странный фиолетово-золотой огонь, невозможно. Зрачки алого императора расширились, и угол его глаза дрогнул. Чем бы ни была эта новая мощная сила, она никогда не могла быть сформироваться из силы противника, потому что она не только не отразила бы первоначальную энергию владельца, но и несла бы сознание противника, поэтому слияние не могло произойти так легко. Ситуация напоминала ту, когда у ранкера было два острых орудия, но он не смог бы слить их в одно, чтобы сделать еще более острое орудие. Однако события, которые разворачивались прямо на глазах алого императора, ясно давали понять, что все это реально. Алый император видел это своими глазами, поэтому он мог только принять этот факт. После смешивания и слияния фиолетово-золотой огонь стал похож на огонь алого лотоса, но он определенно был новой формой огня. Излишне говорить, что он был сильнее, чем огонь алого лотоса. Алый император почувствовал, что этот новый огонь несет в себе чувство гнева, которое шокировало даже алого императора. Этот гнев был и чуждым, и знакомым ему. В прошлом гнев, который испускал император тюрьмы, когда он был возмущен, очень походил на этот новый огонь. Хотя они могут и не быть одинаковыми, они были одинаково доминирующими и запугивающими, в результате чего все существа ощущали чувство неконтролируемого страха. Может быть, этот огонь уже достиг состояния, в котором его могли бы использовать только врожденные старейшины. Но у этого парня не было силы врожденного старейшины более того, как Юэйян мог создать этот огонь прямо сейчас. Что за врожденный навык есть у этого парня? У алого императора мгновенно разыгралась пульсирующая головная боль. Подходи и умри. Потому, что он не мог сокрушить силу своего противника, а вместо этого создал новый огонь. Юэйян, который потерял всю свою рациональность, стал еще более сумасшедшим и яростным. Он продолжал сжимать шар фиолетово-золотой огня, словно хотел уничтожить его. Неожиданно ему удалось сжать его до размера в 10 раз меньшего изначального. В конце концов, красноглазый Юэйян был так зол, что он сердито взревел оглушительным, потрясающим голосом, поднял правую руку с шаром фиолетово-золотого огня и с силой бросил его в алого императора и алую наложницу. Металлический форт. Алый император был втайне встревожен. Он топнул ногой, и тут же появился артефакт. Маленькая белая жемчужина. Внутри жемчужины было изображение или образ черного замка. Жемчужина тут же сломалась, и изображение превратилось из иллюзорного в ощутимое. Оно быстро расширялось, образуя ворота замка из неприступного металла. Ворота были гигантскими, высотой в 20 метров, шириной 10 метров и длиной 3 метра. Ворота оказались прямо перед алым императором, блокируя атаку на него. С помощью этого сокровища алый император мог защититься от всего. Алый император уже испытывал металлический форт. Даже святой меч, который, как говорили, мог разрубить что угодно в мире, не смог преодолеть этот барьер. Что произойдет, когда металлический форт, чья защитная способность была самой высокой среди всех артефактов, выступит против этого маленького шара фиолетово-золотого огня. Бум! Сильный взрыв вспыхнул снова. Уличная стена на западе, которая разрушалась, была полностью разрушена, открыв огромную трещину. Огромная трещина была в 100 метров в высоту, и она продолжалась до долины. Сломанные камни покрыли все небо, когда уровень энергии поднялся до шокирующего уровня. Ударная волна в логове злого дракона была потрясающей. Даже тень дикой коровы отступила на несколько метров от удара. Зрачки Алого Императора снова расширились, потому что он видел, как металлический форт рушился. В тот момент, когда металлический форт встретил атаку, он был разбит на миллион кусочков фиолетово-золотым огнем и полностью разрушен. Казалось, что он вызвал не металлический форт, а песочный замок, созданный ребенком, потому что он рухнул при первом же ударе. Только Алый Император знал оборонную способность своего сокровища. Ай-ой! Алый Император вскочил высоко в воздух. Прежде чем Хранитель Божественного Щита смог вернуться, чтобы защитить его, он не был уверен в удачном исходе борьбы с этим шаром фиолетово-золотого огня. Юи-ян, с другой стороны, хотел атаковать, но ему мешал Хранитель Божественного Щита, который уже вывел его из себя. Он схватился за щит и безумно ударил им по земле, как маньяк, который потерял остатки разума. Камень на земле был разгромлен ударом Юи-яна, вызвав меллион искр огня, когда земля заходила ходуном и громко разверзлась. Наблюдая за тем, что делал Юи-ян, Алый Император остался потрясенным. Безумное состояние этого паренька было не слабее, чем сам Император Тюрьмы в припадке ярости. Хранитель Божественный Щит не мог быть уничтожен, но свет Серебристой Звезды стал тусклым и продолжал издавать гудящий звук, как жалкий человек, которого избивали. Псих Алый Император решил, что он должен быстро уйти. Он окажется в еще более неблагоприятном положении, если он продолжит борьбу. Юи-ян просто стал бы еще безумнее и сильнее. Юи-ян обладал большим потенциалом, и когда он терял свою рациональность, он был еще страшнее своего обычного хитрого я, потому именно в такие моменты он действительно раскрывал свой потенциал. Алый Император даже не хотел тех сокровищ, что у него были под землей, в том числе золотой поглощающий дух колокол. Он просто хотел уйти. Схватив Алую Наложницу, он не стал выбираться из выхода в каменной стене в западном направлении, вместо этого он сбил огромную часть каменной стены на востоке. Уэх, умрите, умрите, умрите. Поняв, что Хранитель Божественного Щита в его руке стал лучом мимолетного света и вернулся обратно в сторону Алого Императора, Юи-ян бросился за Алым Императором с головокружительной скоростью. Теперь Юи-ян был еще быстрее, чем Алый Император. Подняв кулак в пламени Нирваны, он замахнулся им в сторону Алого Императора. Его удар шел к Алому Императору, и удар его был тяжелым, как гром. То, что поразило Алого Императора, так это то, что среди десяти ударов два были такими быстрыми, что даже Хранитель Божественного Щита не смог отреагировать достаточно быстро. В результате удар приземлился на поясницу Алого Императора. Если бы не Хранитель Божественного Щита, который помог блокировать большинство ударов, он не посмел бы сказать, что он смог бы убежать от сердитых атак это сумасшедшего маньяка. Из тела Алого Императора вспыхнул легкий свет. По его лицу покатились две кровавые слезы, вызвав агонию. Фонтан энергии лопнул под ногами Алого Императора, отбрасывая Юи-яна в воздух, когда он увлекся атакой и забыл защитить себя. Под влиянием двух ударов Юи-яна, Алый Император стал еще быстрее, вырвавшись из каменной стены. Он снова наступил на Хранителя Божественного Щита, чтобы он мог унести его и скрылся, как метеорит. Рухнул камень, покрытый свежей кровью. Он рухнул на Алого Императора, когда Юи-ян ударил его. Судя по ужасающим следам крови можно было сделать вывод, что Алый Император, этот ранкер, что жил 6000 лет назад, был ранен Юиним и оказался на грани смерти. Если бы не его Божественное Оборудование, он не смог бы сбежать под мощными атаками Юи-яна. Хотя он убежал, удача тоже сыграла свою роль. Большая часть заслуг достанется его Божественному Оборудованию, если бы не оно. Результат был непредсказуемым. Юи-ян врезался в каменную стену. Тот, кто был в припадке ярости, вроде того, что был у Юи-яна, обладал очень сильным защитным механизмом. Хотя он был поражен энергетическим фонтаном, он не был ранен. Этот удар только разозлил и взволновал его еще больше. Потеряв цель, Юи-ян продолжал размахивать кулаками, разнося каменные стены. Все логово злого дракона был почти разрушено. Кровавая королева красная поднялась от каменной стены и бросилась к Юи-яну. Она обняла его, игнорируя опасности. Из ее рта сочилась кровь, и в ее груди можно было увидеть окровавленную дыру. На ее рану приземлилось много света и электричества, словно происходила какая-то мутация. Но кровавая королева красная проигнорировала все мутации, которые продолжались, и обняла Юи-яна, который собирался погнаться за Алым Императором. Она закричала со слезами. «Я в порядке, опомнись, перестань так себя вести». Она беспокоилась о том, что Юи-ян, потерявший разум, будет ранен, если продолжит преследовать Алого Императора. Поскольку он не знал, как защитить себя, это сделало бы его чрезвычайно уязвимым для нападения. Кровавая королева красная еще больше беспокоилась о том, что тело Юи-яна было бы повреждено от того, что он был слишком злым. Ее сердце болело за него, и в то же время она беспокоилась за него. Ощущая такую сложную эмоцию, она прокричала, взывая к своему хозяину. Она надеялась, что он сможет опомниться, услышав ее голос. Тень дикой коровы и золотая коронованная королева тернистого цветка также взывали к Юи-яну, когда они с беспокойством толпились вокруг него. Сначала эффект их слов был незначителен. Но через некоторое время тело Юи-яна слегка покачнулось, когда он восстановил свое сознание. А безжалостный гнев Юи-яна начал ослабевать. Покраснение в глазах начало ослабевать, когда он начал восстанавливать свое здравомыслие. Кровавая королева красная была так счастлива, что начала плакать и смеяться. Ее лицо в слезах заставило сердце Юи-яна болеть. Когда Юи-ян пришел в себя, он был потрясен тем, что увидел. Логово злого дракона было разрушено под его атаками, но он как будто забыл, что все это сделал он и ошеломленно спросил, что случилось. Алый император сбежал? Почему я не действовал согласно своим планам? Скоро это место рухнет. Нам нужно уйти быстро, давайте поговорим об этом позже. Под ними множество огней в виде фиолетово-золотистого лотоса быстро возвращались к Юи-яну. Юи-ян был в замешательстве. Что, что происходит? Эти огни мои? На данный момент он не мог об этом думать. Он перестал обращать внимание на фиолетово-золотые огни, когда увидел, что они не столкнулись с пламенем Нирваны. Они избегали пламени Нирваны и плавали сами по себе. Он должен был выбраться из логово злого дракона, а потом уже разговаривать. Схватив тяжело раненую кровавую королеву красную, Юи-ян вылетел из разрушающегося логово злого дракона через отверстие в западной стороне каменной стены. По дороге огромные камни продолжали падать. Потолок яростно качался, так как горный пик, который был в нескольких сотнях метров над землей, тоже начал рушиться. Юи-ян, который ускорялся в своем полете, повернул голову, чтобы посмотреть на древний запечатывающий круг, на который не повлияло обрушение. Он вздохнул, думая, что теперь он не сможет исследовать этот круг. Когда тень дикой коровы и золотая коронованная королева тернистого цветка зачищали поле битвы, кровавая королева красная наслаждалась объятием своего хозяина. Покраснев, она лежала в объятиях Юи-яна, когда они вылетели из логова. Дело не в том, что она потеряла способность летать, а в том, что ее действия теперь были похожи на действия человеческой девушки, кокетки. Кровавая королева красная не знала, как это ее действие поможет продвинуть ее эмоциональный рост, и она не хотела думать об этом или вообще думать прямо сейчас. Все, чего она хотела, радостно насладиться объятиями своего хозяина. Она знала, что ей это нравится и все. Когда Юи-ян вылетел из логова злого дракона, девушка Целинесиа в Эмли уже ждали снаружи. Согласно первоначальным планам, они отвечали за убийство Алого Императора. Юи-ян думал, что он не отпустит Алого Императора, поэтому он отправил девушек обратно. Глядя на Юи-яна, девушка Целинь произнесла извиняющимся тоном. Алый Император слишком хитер, он защищен божественным оборудованием, поэтому я не смогла его убить. Возможно, я смогла бы убить Алую Наложницу, которая упала в обморок. Она не могла атаковать, поэтому она не представляла угрозы для Лами-Лали и меня, но я не смогла на нее напасть. Итак, я, я упустила ее. Она небрежно замахнулась ногой в сторону Юи-яна. Было очевидно, что это была нога Алого Императора. Юи-ян кивнул и использовал свое платиновое кольцо хранения, что спрятать ногу. Ничего нельзя сделать, чтобы убить Алого Императора, потому что, в конце концов, он был защищен божественным оборудованием. Для Юи-яна уже было приятным сюрпризом, что они смогли снести одну ногу Алого Императора. Если бы девушка Целинь убила бы Алого Императора, это оставило бы сожаление в сердце Юи-яна, потому что было бы жаль не убить такого сильного противника своими руками. Он смог сильно ранить Алого Императора, поэтому Юи-ян верил, что со временем и его собственными улучшениями он сможет сразиться с ним, чтобы увидеть, кто сильнее. Позади него Ахмань несла гигантский золотой поглощающий дух колокол. Внутри колокола было много фрагментов металлического форта. Если бы им не нужно было бы бежать в такой спешке, она бы собрала больше фрагментов. Что касается Дадо, она уже съела мертвое тело извержения и достала мертвое тело красного дракона, который был немедленно убит Юи-яним. Логово злого дракона полностью разрушилось, когда горы вокруг утонули и разлетелись на множество кусков. Два огромных куска щебня послали грязь и фрагменты камней в воздух. Затем они упали в глубокую долину с оглушающим звуком, который потряс все места. Эхо резонировало в течение длительного времени. Очень жаль, что древний рунический запирающий круг был погребен под камнями. Мы должны вернуться сюда, если у нас будет время изучить его. Я чувствую, что древний круг должен быть очень ценным. После боя Юи-ян был очень измучен и нуждался в отдыхе. Кроме того, он боялся, что шунтяни черный принц воспользуются его усталостью, чтобы напасть на него сейчас. Поэтому, прежде чем девушка Целинь вернется в спячку, а Сявынли и остальные в безопасности, они должны вернуться в мир гримуар, чтобы отдохнуть. Как только Юи-ян вернулся в мир гримуар, он отправился спать, прежде чем смог разобраться во всех вещах, которые он приобрел. Это был его самый безопасный дом, Юи-ян был здесь расслаблен и спокоен. Девушка Целинь улыбнулась и исчезла в ярком свете. Сявынли, которая была измотана от битвы, снова вернулась в тело Юи-яна. Самое главное, что, сделав это, она также могла помочь Юи-яну быстрее восстановиться. Когда болезненная красавица увидела слезы, оставшиеся на лице кровавой королевы красной, она, казалось, что-то поняла. Затем болезненная красавица кивнула и улыбнулась кровавой королеве. Он покрыт грязью, мне придется принести ему немного воды, чтобы вымыться, помоги мне, мягко сказала болезненная красавица. Услышав это, кровавая королева красная немного испугалась. Затем она опустила голову и тихо ответила. Ладно. Глава 419. Кровавая королева красная. Сразу после пробуждения Юи-ян телепортировался обратно в город Бунань. В зале гильдии воинов Юи-ян послал нескольких посланников, чтобы те отправили секретные сообщения и предупредили Чжи Цзюнь, императрицу ночи, фею Феникс, старейшину Нань-гун, святого аскетической практики, императора и старейшину Юэхая. Соответственно, что алый император, что жил 6000 лет назад бежал из древнего запечатывающего круга. Юи-ян заявил в своих сообщениях, что, несмотря на то, что алый император получил тяжелые ранения, когда он сбежал с его мощью, он, вероятно, скоро восстановится. С силами, которые были, по крайней мере, выше врожденного небесного ранга 6го уровня, алый император был чрезвычайно интригующим и сумасшедшим воином. Он определенно уничтожит существующий порядок во всей башне Тун-Тянь, если он снова появится. Кроме того, все воины, которые бросят вызов его желаниям, будут беспощадно уничтожены. Поэтому каждый должен быть готов к худшему. Юи-ян в настоящее время не имеет наилучшего предложения о том, как они должны сражаться с алым императором и оставил старейшине Нань-гун и остальным право беспокоиться об этом. Юи-ян уже сделал все, что мог. Прямо сейчас их единственная надежда заключалась в том, что Чжи Цзунь могла бы сразиться с алым императором. Если бы она смогла с ним справиться, он бы не был бы слишком дерзким. Конечно, было трудно реализовать это желание, поскольку Юи-ян знал, что, помимо императора тюрьмы, алый император был самым могущественным человеком, который был непревзойденным 6000 лет назад. Он был непобедим и доминировал в Небесной области. Алый император может и не обладать такими же ужасающими способностями, как Мин Юи-гуан, Сюй-кун и Цзюся, три великих лидера Небесной области, но возможно, что он был близок к их уровню. Алый император жил уверенно в непринужденности даже под тотальным подавлением императора тюрьмы. Этот момент сам по себе является достаточным доказательством огромных возможностей алого императора. Хотя Чжи Цзунь была, несомненно, очень сильна, она была слишком молода по сравнению с алым императором. Кроме того, только сама Чжи Цзунь знала, в какой области находится ее культивирование. Алый император обладал, по крайней мере, одним божественным оборудованием, хранителем божественного щита, помимо того, что Алая Наложница была его помощником. Он также владеет множеством других сокровищ. Специалист по выпуску световых столбов энергии, глаза алого императора также обладали сверхъестественными способностями. Зверь его неизвестен. После нападений Шунь-Теня, а также Черного Принца даже больше врожденных могут присоединиться к алому императору, поскольку он знает, как войти в небесную область, что есть заманчивое предложение, перед которым они не смогут устоять. В каждом письме Юэйян подробно описал особенности алого императора, его артефакты и текущую ситуацию, с которой они столкнулись. В письмах к императору и старейшине Юэхаю содержались самые большие предупреждения. Алый император, являющийся ранкером континента парящего дракона, как и император тюрьмы, определенно сделает свое первое возвращение на континент парящего дракона. Есть основания полагать, что кланы Дося и Юэ станут первыми мишенями алого императора, которые будут уничтожены, чтобы показать, кто здесь босс. Я предлагаю молодому поколению спрятаться где-нибудь в безопасности на ближайшие три месяца. Только после войны с алым императором, когда все утихнет, они смогут вернуться домой. Юэйян даже отправил сообщение в Еконгу и Жирному Хаю, попросив их немедленно вернуться на континент парящего дракона, а также немедленно исчезнуть с шестого этажа башни Тунтянь. Шунтянь и Черный Принц могли ударить заранее, и в качестве заложников были бы захвачены Жирный Хай и остальные. Для воинов их статуса не было необходимости действовать лично, когда по их приказу, бесчисленные падшие воины могли окружить и захватить Еконга и Жирного Хая. В гильдии воинов регистратор ошеломлено уставился на Юэяна. Чтобы передать одно секретное письмо нужно было отдать одна тысяча золотых, а этот человек только что разослал десятки. Такое экстравагантное поведение было поистине экстремальным расточительством. Если нет ничего страшного важного, обычные письма также можно безопасно передать. Только секретные письма передаются более скрытно до того, как регистратор закончил говорить. Юэян уже собрал более десяти тысяч золотых на прилавке и торжественно сказал. Эти письма чрезвычайно важны. Они касаются бесчисленных жизней и должны быть переданы в строжайшей тайне. Понял. Регистратор был шокирован торжественным тоном Юэяна и серьезно кивнул, указывая, что письма будут переданы в абсолютной секретности по его просьбе. Оставив зал гильдии воинов, Юэян телепортировался в незнакомый регион, где он никогда не был. После того, как он удостоверился, что он не был замечен, он вернулся в мир гримуара. Болезненная красавица была в самом разгаре обучения Юэшуан. Она была очень строгая и строго запрещала ее ученику отвлекаться. Вначале маленькая девочка не могла привыкнуть и поступала как избалованный ребенок, обращаясь к своему брату за помощью. Однако, после нескольких наказаний, маленькая девочка поняла, что некоторые вещи просто оказались невозможны для ее брата. Зная, что ее брат не может защитить ее, она привыкла слушать внимательно во время уроков. Теперь она едва даже моргнула глазом, увидев, что Юэян вернулся, когда раньше она бы встала бы и бросилась к нему, забыв обо всем на свете. Юэян сам не ожидал, что болезненная красавица сможет дисциплинировать озорную маленькую девочку, сделав ее такой послушной. Тем не менее, это было здорово. Кто-то же должен быть строгим к этой маленькой девочке. Она бы плохо кончила, если бы все просто баловали ее. Оглядевшись, он не увидел кровавую королеву красную, как там дела с ее травмами. Юэян помнил, что ее травмы были довольно серьезными. У нее даже была дыра в груди. Когда Юэян огляделся и не нашел ее, он посчитал, что она отдыхает в облачном замке, что парил в воздухе. Несмотря на то, что он никогда не посещал это место, он сделал исключение на этот раз и поднялся, чтобы взглянуть на нее. Кровавая королева красная вздыхала. Причина тому заключалась в том, что ее рана в груди не заживала так быстро, как раньше. Кровавая стрела, наполненная гневом, накапливалась в ее теле и не могла быть удалена. Не говоря уже о боли, как она могла показаться на людях в ее нынешнем состоянии. Кровавая королева красная вспомнила время, когда она подглядывала, как ее хозяин и его возлюбленная занимались сексом, и ему особенно нравилось целоваться и ласкать грудь хозяйки. Она подумала, что ее хозяину действительно нравятся женщины с совершенными и безупречными телами. Она посмотрела на кровавый беспорядок на груди, который не исцелялся, и подумала, что ее хозяину это не понравится. Она сняла броню, посмотрела на свою рану, а затем на одежду, которую хозяйка подарила ей. Она еще раз вздохнула. Если бы она не была ранена, она могла бы носить одежду. Хозяйка редко дарила ей такие красивые одежды. Юэйян вошел в облачный замок и обнаружил, что кровавая королева красная украсила место довольно прелестно. Хотя это место все еще не могло сравниться со спальней Дадо, что напоминало сад. Здесь все равно был намного лучше, чем в простой.